Ну хорошо, я начну со своей биографии, почему я этим занимаюсь, да? Ну, вообще, это, конечно, не все знают, может быть, даже и, может, я не знаю, с кем я долго знаком, кроме Вольфа. Значит, моя первая, основная специальность, по которой я учился в университете, была история русского языка, и первые работы были по исторической фонетике, с рукописями. Потом, по окончанию университета, не было места в университете для подготовки. Тогда это были тяжелые времена, надо сказать. Вообще, в России многое объясняется именно социальными условиями. И вдруг открылось место в институте языка знания в словаре XVIII века, куда я поступил в аспирантуру, это был 1967 год. Я очень счастлив, что я туда попал, и вообще, о чем я жалею в своей жизни, это о том, что я перестал заниматься лексикографией. Очень высокий уровень обработки текстов, очень высокие технические требования, с которыми мы обычно редко сталкиваемся в таких, даже в филологических исследованиях. Очень жесткая структура обработки материала, это было довольно интересно. Я там был 20 лет, написал диссертацию об общественно-политической лексике русского языка XVIII века, и до сих пор пишу статьи по некоторым аспектам литературы и языка XVIII века. Но в 70-е годы мне хотелось чего-то противоположного, потому что социальная проблематика социолингвистическая мне немножко наскучила, и противоположна была славянская библиистика. Потому что в течение нескольких лет мой учитель университетский Никита Александрович Мещерский читал курс «Древнерусская» или «Древнеславянская переводная письменность». Это опубликовано такой тоненькой книжкой, где переводы хронографов и переводы Библии, наверное, может быть, кто-то из вас знает, и я как раз участвовал в подготовке этой книжки. И мне хотелось реализовать свои интересы именно в области текстологии. Как раз по совету Мещерского я выбрал «Песнь-песни», потому что в тогдашних условиях Советского Союза это было невозможно изучать что-то религиозное. А «Песнь-песни» сказал он, ну, пройдет как-нибудь. И действительно, в общем, это оказалось, что публиковаться более или менее легко, но вот моя публикация о толковом переводе «Песни-песни», которая вышла в трудах отдела «Древнерусской литературы» четыре года ждала очереди. Потому что она называлась «Толковый перевод песни-песни», и оказалось, что из-за этого ее нельзя публиковать. И вот название, под которым она вышла, это было единственное. И это название вызвало страшную критику потом со стороны коллег, потому что мне пришлось назвать эту статью «Русская переводческая школа XII века». Они говорили, какая русская переводческая школа XII века, ничего обо мне неизвестно. Ну, несмотря на то, что я там назвал несколько произведений, которые мне казалось тогда переведены, все-таки это было название смелое, но оно было вынуждено, я должен сказать, в извинение. И как только название это было дано, и в несколько строк на эту тему, публикация тоже состоялась. Но у нас было в ту эпоху, мы называли Евангелие памятником традиционного содержания. Это Жуковская, Лидия Петровна Жуковская. Нет, у нас не было Евангелия среди наших источников, были памятники традиционного содержания. Ну, о Ветхом Завете вообще мало говорили, потому что еврейского никто не знал. Септуагин-то была тоже мало доступна, честно говоря. Я с большим трудом унаследовал свой экземпляр септуагинты после смерти покойной Маргариты Елизаровой. Это ученица Амосина, которая занималась терапевтами. Она безвременно умерла от рака, и вот ее экземпляр септуагинты до сих пор умер. Все это была такая история. Ну вот, а в конце 80-х годов Дмитрий Сергеевич Лихачев, как вы знаете, заведующий отделом древней русской литературы в Пушкинском доме, заметил, что в его отделе зияющая пустота, нет ничего из Библии. И он меня пригласил к себе в отдел. Так я перебросил свой любимый 18-й век и перешел туда. В общем, это оказалось не очень для меня удачно, но я, правда, избавился от необходимости все время писать словарь. Это была такая работа, которую я отнимала все-таки почти все время. И там, в этом отделе древней русской литературы, он предполагал, что я как-то возбужду интерес к этим вещам, но в этом ничего не произошло. У отдела свой собственный путь, он, в общем, идет по дороге о географии. И это более или менее понятно, потому что география русская и славянская – это все-таки часть оригинального литературного наследия. Все остальное – это усвоение через переводы. Один Олег Викторович Творогов, как занимался хронографами, так и занимается. И по-прежнему, несмотря на свои солидные возрасты, здоровье слабое, по-прежнему трудится в этой области. Но 90-е годы были для меня совершенно другой эпохой. Там началось бурное такое возобновление всех сторон жизни. И появилось российское библейское общество. Я как раз оказался там очень кстати, потому что единственное, хотя я знал к этому времени только славянскую Библию, но все-таки я что-то мог там помочь и делать. Я вот скажу, положение делу, когда я написал первую статью свою для колоквиума по полеобулгаристики, текстологическая основа славянских библейских переводов в полеобулгарии, это заняло мне три года выписывания книг по международному обвинению. В Петербурге была полная пустота в этой области. The Gardner Theological Review попадал в спецхрам. Это Поппе, комментарий над песней, песней, 800 страниц, попал в спецхрам. В 90-х годах? Нет, моя публикация по текстологии вышла в 80-м году. А в 80-м году? Это я значит конец 70-х, когда я начал заниматься. Но сейчас положение не лучше, потому что начались финансовые проблемы. И если раньше что-то, не покупали книги, потому что не хотели по каким-то идеологическим причинам, то потом начались эти финансовые кризисы, и теперь ничего не покупают. Но надо сказать, что институт Востоковедения все-таки в те эти годы кое-что выписывал. Скажем, по Ветхому Завету туда литература шла. Скажем, там, это царь фюраль Тестаментных и Висеншафт, он туда идет. А но и Тестаментных и Висеншафт ни одного номера вообще ни в Москве, ни в Петербурге вы не найдете. В общем, это такая очень выборочная и сложная ситуация. И вот эту неделю я здесь провел в библиотеке университета. И вижу то, что происходит в России, не оставляет пока надежды на то, что можно возобновить по-настоящему науку в этой сфере. Хотя я, в общем, как бы что-то для этого делаю. И так в 90-е годы я стал, был в отделе древнерусской литературы, где у меня фактически была синякура. А в это время я стал работать с близкими обществами. И это мне оказалось не только интересно, потому что там разные вопросы возникали, но и полезно для научной работы. Если, например, до 90-х, до этого времени, я мог вслед за Никитой Александровичем Мещевским такие повторять вещи, как он писал. Древнерусский книжник интересовался еврейским веритес и брайка, так сказать. Поэтому эсфирь взяли и перевели с греческого с еврейского. Я в 90-е годы понял, что если переводят с еврейского, то есть если переводят Библию, то ее всегда переводят для религиозной цели. Если переводят с еврейского, то значит переводят евреи, а не кто другого. Вот это я усвоил в 90-е годы, потому что я столкнулся реально с практикой библейского периода, которая ничуть не изменилась за эти тысячелетия. Люди ставят те же самые вопросы, ищут пути. Конечно, у нас, может быть, методология гораздо лучше, текстология, разные другие вещи. Но, скажем, вот это конфессиональное отношение к тексту, что вот этот текст имеет такую конфессиональную направленность, а этот другую, это все-таки возникло уже в эпоху книгопечатания. Пока шла рукописная традиция, то отношение к тексту было действительно следили за духом текста, а не за буквой, и довольно легко могли ориентироваться на те или другие оригиналы. И это вот я то, что вот усвоил как раз работу из библейских обществ, это мне было очень полезно. В ходе моей работы с библейскими обществами я, в частности, вот приготовил, я горжусь этим очень, полный интерлинеарный перевод Нового Завета. Это, ну, около десяти есть переводов Нового Завета интерлинеарных на русский, на разные языки мира. Но я могу сказать, что наш был сделан более строго, потому что грамматика, грамматические свойства русского языка таковы, что мы можем передавать особенности греческого глагола, вид и время, вот такие вещи. То, что почти ни один язык другой не может. У нас только нет артикля, но это такой пустяк, который не существует в данном случае. То есть мы сделали хороший такой интерлинеарный перевод, и сегодня вся Россия, в России множество религиозных учебных заведений довольно низкого уровня, где не только греческий, но они используют этот интерлинеарный перевод для того, чтобы чуть-чуть понять греческие оригиналы, даже священники и так далее. Мы сделали также интерлинеарный перевод Ветхого Завета, благодаря тому, что в Петербурге все-таки довольно сильные есть силы в институте восстановления. Но этот перевод находится в компьютере до сих пор. Возникли проблемы с его публикацией и как-то лей-аутом, это вот эти проблемы. Нужно было какие-то программы, их заказали, потом провалилось. Да и в самом библейском обществе эта организация оказалась такого советского типа. Там бесконечные скандалы, ссоры, драка за деньги. И в конце концов меня оттуда вышибли, хотя я основал Санкт-Петербургское отделение, которое существует сейчас. Но скорее формально, чем. В 90-е годы по линии библейских обществ я участвовал во множестве конференций. И в частности на конференции со сайта в Нью-то Стамин Сталис, где получил предложение от этого общества создать библейскую библиотеку в России. И вот библиотека сегодня существует. Тогда я еще работал в Академии наук. Университет ее принял, и несколько лет это шло без меня. Но начались опять потом проблемы, потому что не было помещения, мы перележали стопками, никто им не мог пользоваться. И в результате руководство университета предложило мне начать преподавание. Тогда появится место, обслуживающий персонал. Так действительно и произошло. И я неожиданно для себя стал профессором библеистики. И я сейчас читаю курс и саблогики, то что мы называем, и англакты, да, introduction to the Old and New Testaments. Довольно большой курс, я несколько лет его серьезно готовил. Это 3-4 лекции в неделю в течение года. У нас очень хорошие преподаватели еврейского и греческого языка. Некоторых из них вы знаете, Адель Немировская, да, вот, Александр Львов. Она написала диссертацию по аккадскому языку и с хорошим симметологическим образованием. Из этой среды вышел великий, я его не знаю, Леонид Кога, говорят в Москве, какой-то есть симметолог. В общем, с этим все в порядке, с преподаванием языков. И у нас очень большая возможность и армянский, и грузинский ввести. Но не хватает студентов, потому что это маленькая коллегия. Мы принимаем всего 5 человек в год, и в первый же год 2-3 отпадают, потому что они думают, что Библия это что-то очень занимательное, а тут оказываются языки, языки, языки. И больше ничего. В течение двух лет только потом может что-то более интересное. Ну вот, и уже как-то уходя из отдела древнерусской литературы, вот 5-6 лет назад, я сделал несколько публикаций как раз в древнерусской литературе, которые меня более удовлетворяют, чем что-нибудь другое в моей научной работе в этой области. И в частности, вот я теперь перехожу к теме доклада, это интерполяции славянской версии иудейской войны в Осиплаве. Вот Машель принес два замечательных издания, между которыми моя жизнь протекала. Это издание иудейской войны, сделанное моим учителем Мещерским в 58-м году, а это издание, которое в 2004 году вышло, опубликовано Анной Абрамовной Печхасой, Институт русской языка в Москве, это моя ученица, и она мне подарила замечательную надписью, это два тома, Анатолию Алексеевичу Алексееву, на память от ученика на память об учителе. И я, конечно, поскольку здесь очень удобно излагается проблема интерполяции, я решил, наконец, проверить все это дело, потому что, честно сказать, всю мою жизнь я думал, что, может быть, Никита Александрович не прав, предполагая, что это интерполяция славянского переводчика. Ну, во-первых, я собрал гораздо большее число интерполяций, чем было собрано, потому что тщательно, благодаря изданию, вот этому хорошо организованному удалось делать, тщательно просмотрел, и всю работу от самого начала до конца я делал в убеждении, что это все-таки интерполяции, которые были в тексте, в греческом оригинале. И только в самый последний момент, когда нужно было все-таки начать изложение, я понял, что это не важно. Вот, ну, это я буду потом говорить. Теперь, значит, сам этот памятник истории Удейской войны Иосифа Флавия, ну, произведение, конечно, как мы все знаем, одно из блестящих произведений древней историографии, и крайне важное во всех и во многих отношениях. На него обратила внимание европейская наука благодаря Беренсу, профессору Дербского университета, который заметил эти интерполяции. Ну, Дербский, Дербский, Тартум, он входил в Российскую империю, там некоторое знакомство с русским и славянским языком было, поэтому он стал этим заниматься. И, конечно, довольно соблазнительно было объявить эти интерполяции, что они принадлежат Иосифу Флавию, потому что там несколько христологических интерполяций. И, конечно, было бы интересно, чтобы они были написаны Иосифу. И он встал на эту точку зрения. Дальше этот взгляд подхватил Айслер или Эйслер в Бюттингене. В 1929 году опубликовал на эту тему большую книгу. А в это время, в конце 20-х годов, начал заниматься славянским текстом Василий Михайлович Истрин. Очень глубокий, разносторонний, крупный исследователь древнерусской письменности. В последние годы жизни он был прикован к креслу, парализован. Ему нужна была помощь. И он пригласил молодого Никиту Александровича Мещерского, который в это время кончал Востоковедня, для того, чтобы вот что... Он перевел ему шестую книгу Иудейской войны, которая была в сирийской письменности. Сирийского перевета. И увлекся этим и в 1930 году опубликовал по представлению истинно в трудах Академии наук заметку о том, что интерполяции не старше Евсевия Кисарийской, не старше истории Евсевия Кисарийской, не могут приезжать Иосифу. Интересно, что в этот же год, в этой ревью... Нет, в «Джуиш Квоттере» ревью, по-моему, Соломон Цейтлин опубликовал заметку с той же цитатой, в одновременно с такого содержания. А в 1936 году, если я не ошибаюсь, Элиас Бикерман более пространное сочинение опубликовал в одном из французских изданий, такого же содержания, что это интерполяции не древние. То есть они, в основном, очень возникли тоже в крестьянскую эпоху. Приятно было... Особенность еще в том состоит, что все три автора закончили одну и ту же кафедру Восточного факультета. Все они вышли с этого факультета Восточного. и пришли к дождественному взгляду. Там же, по-моему, учился и Виктор Череков. Да, и все это как-то связано со школой экономической Ростовца. Одно из достижений русской науки, которое хорошо воспринято во всем мире. Вот. Значит, потом Мещерский, значит, был арестован, провел пять лет на строительстве Беломорканала. В 1937 году его кончился срок, он всего пять лет получил. И он отправлен был в Гугуруслан, где, в общем, сумел написать диссертацию по этой иудейской войне, по эсфире. Приехал в Петербург, еще ему специально выписывали в КГБ разрешение на путешествие в Петербург и обратно для защиты диссертации, там ее защитил, и взялся за изучение истории иудейской войны. Он воспользовался архивом Истрина для своих комментариев, но, в общем, во многом не согласился с Истриной. Во-первых, очень сложная текстологическая проблема, много рукописей. Иудейская война известна в двух видах. Это хронографическая версия и отдельная версия. Хронограф, значит, так называемый «Иудейский хронограф». Ну, сохранилось около десятка списков этого иудейского хронографа, где иудейский... Вот текст Иосифа в своем полном объеме. Отдельная редакция обладает недостатком. Первая, очень важная, большая глава, первая книга истории в отдельной редакции отсутствует. Несмотря на это, Истрина издавал по отдельной редакции. Понятно? Да, да. А Мещерский стал издавать текст по Вилинскому хронографу. Дело в том, что в момент работы Истрина над текстом Вилинский хронограф куда-то пропал. Его потеряли на несколько десятилетий, потом считали, что он во время войны даже погиб. И вот после войны он нашелся, Мещерскому сделали копию, и он так с энтузиазмом стал, опираясь на него, издавать текст. Анна Абрамовна Пичхадзе стала составлять... Почему она издала новое издание? Потому что она стала составлять слово-указатель к изданию Мещерского. И обнаружила, во-первых, довольно много неточностей, которые надо исправлять. А во-вторых, она обнаружила, что архивский список, Вилинский архивский список, это вот иудейство, архивский список дает, как правило, лучшее чтение. И кончилось тем, что она поэтому издала архивский список и книгу полный индекс. Тут прямой и обратный, славяно-еврейский. И вот целый том занимает это замечательно большой труд. И славяно-греческий, и греческо-славянский. Она издала издутые индексы. Вот. Что касается интерполяции, то взгляды истинно нам не очень хорошо известны, потому что это все осталось в архиве. Он не закончил свое издание. Посмертно это издавал Паскаль с комментариями Байяна в Париже. Это очень два квалифицированных человека, но все-таки они не так глубоко вошли в это дело, как то, и не только издавали труд. Истрина. И было противоречие. У Мещерского был другой взгляд. И, во-первых, какой текст основной. И по поводу интерполяции. Истрина считал, что интерполяции разного происхождения. А Мещерский, увлекшись полемикой, здесь я с ним не согласен, будет видно. Он считал, что все интерполяции принадлежат славянскому переводчику, и даже в самом тексте постоянно есть противоречия. Вот отмечающий поэта, это, конечно, из греческого. Какие-то два, в двух случаях, две интерполяции все-таки из греческого. Тем не менее, общая концепция, что интерполяции славянского переводчика. Этот взгляд приняла Анна Брауна Пичхази в своей работе. Она серьезно в этот вопрос не входила. Она историк писемности, историк языка, великолепный лексикограф, лексиколог как раз. Ее вот эти отождествления текстов по языку, это совершенно безукоризненно, и впервые имеет научный характер. Ее интересовала как раз история текста. Ну вот, я кончил с этим вопросом. Теперь, значит, ну до сих пор считается, что это очень важное свидетельство, и ясности нет. И если, вот вы видели, при, в Лейдене издал совсем недавно громадный, я указываю здесь в библиографии, громадный том, где опубликован греческий текст, в переводе на английский, который сделал Цекарий, специалист по септуагинке по его цепу, греческий текст в переводе по-английски и славянский текст в переводе на английский в два столбца. Перевод на английский славянского текста сделала Люба Синки, ученица Месчевского, которая написала у него диссертацию по истории, и потом вышла замуж, в Великобритании, так что в литературе целые, значит, там тоже я привожу эту библиографию, постоянно этот вопрос обсуждается, он не кажется решенным, есть эти христологические интерполяции на сочинении не Осипа или нет. Так что все это имеет теперь до сих пор сохраняет значение. Теперь, значит, я выявил все интерполяции, их 89, и классифицировал по содержанию всем группам. May I interrupt you for a second just to do a question? In this paper you went over very briefly about the question of where the text was translated. You took it for granted that it is in East Slavic translation, although I remember there were times when there was some polemic about it. Значит, желательно согласиться с его издания. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Значит, моя задача, когда я ее начал выполнять эту работу, была только оценка интерполяции. Ничего другого я перед собой не ставил. Но результат оказался шире, чем я думал, и это я в конце уже... Я сейчас и вложу. Сейчас я потом перейду. результат оказался шире, но я действительно к нему не стремился и не ставил перед собой никакой задачи на эту тему. У меня была только одна цель. И вот, смотрите, я классифицировал эти интерполяции по трем группам, по семи группам, тематические. Риторическая амплификация. То есть, так сказать, чисто стилистические цели. Первая группа. Вторая. Это на странице 4-5 идет. Далее, реальный комментарий. Реалии греко-римского языческого мира. Ну, семь или восемь интерполяций. Реальный комментарий, дополнительные сведения об Ироде и его окружении. Шесть или семь, я не могу понять. Дальше, третий, реальный комментарий, дополнение военных сцен историческими подробностями или речами. Ну, вот восемь интерполяций. Далее, под буквой Д, комментарий, дополнение религиозного и философского содержания. Здесь их двадцать. Это на пятой странице, я сейчас читаю. Д, это под буквой Д. Пятая. Тема судьбы и воздаяния. Небольшое число. И последняя группа, из-за которой, собственно говоря, весь этот интерес к интерполяции, это под буквой Ж, ЖВЕТИ, номера 73, 89, то есть семнадцать интерполяций христологического или христианского характера. Вот это самое, так сказать, эти интерполяции. Вы знаете, почему я в эти группы их разделил? Может быть, даже я не уверен, что вполне оправдалось, но какая-то систематизация должна была быть. И если мы христологически выделяем в какую-то тематическую группу, то и другие следует в тематическую группу выделить. В общем и целом получилось, что и все-таки кое-что из этого получилось. Сейчас я передумаю. Теперь я говорю свои общие выводы, а потом уже в ходе рассмотрения материала буду аргументацию дала. Сейчас только мои результаты. Аргументация будет потом, если понадобится. Значит, есть интерполяции, которые не могут принадлежать переводчику. Вы такой вывод. Безусловно, не могут принадлежать переводчику. Есть. Есть интерполяции, которые не могут принадлежать никому другому, кроме как переводчику. И есть интерполяции, которые могут быть чем угодно. Потому что между созданием греческого текста в первом веке и переводом прошло больше тысячи лет. И почему думать, что интерполяции возникли или в первом веке, или в XII, 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 XIII, когда славянский перевод появился, никаких причин не сто раз могли войти. Вот в этой полемике, в которой Эйслер, которую поставил собственно так остро Эйслер в 1929 году, и на которую реагировал Мещерский сразу после войны, там получилось такое уж очень простое. Или это Иосиф, или это переводчик. А это тысячелетие между ними как-то пропало. Значит, я работаю с материалом, я вижу, что есть интерполяции, которые ну никаким образом не могут переводчик уменьшать, есть интерполяции, которые столько и богов. Конечно, все, а, да, что, значит, 30 греческих и 200 латинских рукописей, ни в одной нет, ничего. Есть даже близкие, скажем, десятые, ни в одной 200 латинских, 30 греческих. Стабильные были? Нет, он нестабильный, но нет интерполяции. Вообще есть? Нет научного издания, нет научного издания греческого текста. Рукописи классифицированы, но в общем это довольно просто сделано. А кто проверил наличие этих интерполяций средневеков? А, ну, рукописи приведены в известность и по рукописям проверены. никто ну, это уже делал из низа такое классическое издание, потому что он знал большую часть рукописей. есть издание, я сейчас, ну, там они указаны, не вспомню, неизусть, у меня стоит такой четырехтомник на полке, и здесь я видел в библиотеке. Издатели знают все рукописи, но пользуются, так сказать, лучшими, знаете, ну, посмотрите, вот это лучшее и небольшое количество разночений. Но этих интерполяций нет, одни довольно заметные, объемные, их легко найти, христологические занимают конец первой книги, по времени там получается, это около смерти Ирода находится, она заканчивается первая книга и нет ничего, и 200 латинских, ничего, противоположные ведь дело с иудейскими древностями Иосифа, там эти две христологические интерполяции являются, они во всех рукописях, и поэтому с ними очень трудно их опровергать, их знал уже Ориген известно. Тем не менее, сегодня, я видел недавно публикацию, мне кажется, очень солидную, которая считает, доказывает, что это Ориген и Сталин. Так тоже дело в общем не так просто с этими вещами, но с древностями иудейскими там все-таки все рукописи это являются. Ну вот. Одно уточнение, если можно, когда вы говорите переводчик, вы имеете в виду не обязательно собственного переводчика, на любом этапе славянской передачи текста. Ну, если во всех рукописях, то значит в момент создания текста. Конечно, переводчик, это, как я потом постараюсь показать, это не один человек, это целая группа, это целая команда, на самом деле. Создатель буртекста наличества еще рукописи. да, да, архетип, архетип тоже, это очень сложно все. Значит, вот это первое, что я делаю. Теперь, в принципе, в общем, этого достаточно, вот такого положения, как я говорю, достаточно для решения проблемы, потому что, безусловно, принадлежат переводчику только христологические интерполяции. Это единственное, в чем можно быть уверены. Вот это вот парадокс. Ну, как можно это доказать? Вот сейчас, я сейчас говорю, я выдвиную тесницы, которые я буду потом доказывать. Значит, вот смотрите, есть три группы интерполяции, которые не принадлежат переводчику, которые ему принадлежат, которые принадлежат неизвестно кому. Так вот, христологические, безусловно, принадлежат переводчику. Это вот самое смешное и даже парадоксальное, что ради этого, и это было самое момент в моей работе с текстом, потому что я шел все-таки, я постоянно шел в сознание, что это было в греческом тексте. И только когда я, наконец, ну, знаете, какой это был, так сказать, а посмотрим, если это переводчик интерполяции получает, у меня не получалось. И когда я представил на мгновение, что это работа переводчика, вдруг все, что было загадочным, сразу получилось, получил разрешение, это я покажу. Теперь, но получилось, есть и другие выводы, которые очень важны для понимания обстоятельств происхождения этого текста, на что я тоже не рассчитывал совершенно. Во-первых, оказалось, что перевод датируется довольно надежно с середины 13-го века. А вовсе не 11-го века, он вообще довольно черстный. Вот почему. Это при интерполяции 74 все излагается. Но вообще говоря, даже там дважды излагается, это очень трудный вопрос, который трудно объяснять. Значит, получается такая история. Интерполяция 74 касается избиения вифлеемских младенцев. И оказывается, что мне удалось найти полную версию этой интерполяции. Оказалось, что в иудейской войне не хватает начала этой интерполяции. Я нашел полную версию этой интерполяции. Где? Верности? Да. Нет, она существовала отдельно, как отдельное произведение. Эта интерполяция существовала. С началом, которая потеря на гаудейской войне. Значит, и стало понятно, почему начало потеря на гаудейской войне. Я даже не знаю, как показать. Ну, там получается так, что есть составляли хронограф, речь идет о составлении иудейского хронографа. Иудейский хронограф имеет два главных источника иудейскую войну и хронику Иоанна Малалы. Хроника Иоанна Малалы опирается тоже на Иосифа во всех этих вещах. История держится. Поэтому получился в этой интерполяции 74, где начало касается приходе волхвов к Ироду. Там был тождественный текст бета-интерполяции и такой же текст в хронике. И составитель иудейского хронографа отбросил текст начала интерполяции и взял начало текста с хроникой. Понятно ли? У него было два текста на одну и ту же тему. Значит получается что перевод интерполяций совпадает со временным составлением иудейского хроника. Далее перевод иудейской войны сделан в это же время. Поэтому вопрос об отдельной редакции и хронографической редакции теперь должен рассматриваться иначе. Я постоянно отмечаю на протяжении всего исследования что Вархавармский список отдельной редакции дает лучшее чтение. Именно его издавал Истрин. А Мещерский от него отказался потому что он не полный. И неполность это не полнота это потеря какого-то материала это не значит что никогда не было полного списка. Теперь дело представляется так. Был сделан полный перевод иудейской волны. Сделаны не эти интерполяции и главное большие. был переведен хронограф Иоанна Малалы и все это было соединено вместе. Знаете, это довольно сложный вопрос и вы можете вот просто читая потом проверить то что я говорю потому что если я сейчас буду доказывать это уйдет не два часа а пол целый день. Это сложно такие. Я не нашел способа как это ясно изложить. Это действительно текстология довольно сложная вещь. И хотя мы в России имеем жуткое количество рукописей поэтому понимаем что такое текстология. Но ведь работа Мещерского лишена текстологической исследования. Тогда перечень рукописей и так приблизительно выбрано лучшее. Это в духе 19 века еще. На самом деле текстология это 20 век и когда мы издавали под моим руководством вот еще я упустил сказать пожалуй важно некоторые знают это критическое издание славянского Евангелия по 1150 рукописях вот там текстологическая процедура проведена по-настоящему с помощью компьютера еще это невозможно и то вот этот метод который я использовал для исследования славянского Евангелия он описан был Колвеллом американским текстологом он умер в 71 году но никогда нигде не применялся потому что он очень дорогой и там нужно миллион чтобы оплатить коллапси рукописи в разных библиотях и это оказалось возможно только в 90-е годы в России когда мы получали деньги от United Bank сайт и зарплата месячная была в то время 5 долларов в России и только в этих условиях можно было 1150 рукописей сделать коллапси так что это все тоже мы проехали и даже мы уже не можем повторить эту работу вот на самом деле текстология требует колоссального времени и вот здесь почему-то никто не заметил что это интерполяция существует отдельно она даже опубликована там это публика адриана перец перец полный текст никто это не заметил что это текст запубликован полном составит вот и когда я нашел полный текст этой интерполяции тогда картина сразу стала ясна и здесь пришлось конечно оценивать все интерполяции вот значит 13 век я даже приблизительно скромно но все-таки называю имя переводчика это митрополит киевский кирилл почему это человек имел к этому отношение он жил известной его биографии он жил около 10 лет кажется в Греции а потом с ним связано две первых цитаты из этого перевода он был редактором галецко-волынской летописи и там один какой-то из персонажей это вот в составе 74 нет это в конце где-то я привожу эти страницы о кирилле сейчас скажу на какой странице посмотрите кирилл на 56 странице о нем говорится значит он редактировал галецко-волынскую летопись и вставил туда цитату с описанием отвратительного какого-то иоанна из диска которого с которым боролся Иосиф ему дана отрицательная характеристика в Иудейской войне и эта характеристика прибавлена какому-то боянину Галецко-волынскому а другой момент этот кирилл отправляется в Новгород где участвует в составлении жития Александра Невского и там вторая цитата из Иудейской войны понимаете такой яркий перевод надо сказать блестящий перевод яркий очень талантливый и он не мог лежать с конца 11 века сто лет в полной безвестности как только он был сделан сейчас же пошел в пол и вот то что эти два момента и две первые цитаты связаны с одним и тем же лицом ну позволяет не заставляет позволяет думать что это и было но потом вот обстоятельства работы посмотрите сделан полный перевод иудейской сделан полный перевод хроники Иоанна Малавы сделан полный перевод иудейской войны сделаны интерполяции и редактор все это сводит воедино это большая коллективная работа это можно было только при скриптории при митрополите делать больше в это время правда уже потерял свою митрополию киевскую после разгрома Киева в 1240 году но он до конца не сохранял свою активность влиятельность признавался везде киевским митрополитом то есть главным церковным деятелем на Руси участвовал во всех крупных работах этого времени вот такие общие положения вот кажется я сделал первую часть заканчивая на этом теперь предполагают или идти к рассмотрению отдельных интерполяций чтобы показать каким путем это делается где будет аргументация можно еще как как вы можете доказать например вы сказали что есть интерполяции которые никаком случайно не было сделано вот давайте начнем с них так номер 34 пожалуйста прошу ну вот посмотрите здесь да ну тоже довольно сложный правда материал видите что это интернации сообщает о сне ирода где ему снятся судьба его и его братьев и она абсолютно не согласна с окружающим славянским текстом там нет никакого посодержания никакой никакого содержания нет она не согласована с окружающим славянским текстом то есть интерполятор не мог ее ставить потому что она противоречит окружающему славянскому тексту значит интерполяция очень интересная между прочим нет нет здесь судьба четырех братьев поэтому есть против нет больше интерполяции ничему не интерполяция даже если она была вставлена дота был греческий текст она противоречит своему контексту кто бы ее не ставил сейчас посмотрим может быть она не противоречит греческому тексту волцы это термии это не волки а термии а сказание слав а толкование слав такое первый колос был фасаил которого который высох будучи отравлен его отравили этого фасаила брата ирз второй же колос был бысь ежи есть цел здесь в архивском добавлено сам второй же колос сам то есть ирод это неправильная ошибка второй же колос был тот который есть цел а третий иосиф брат его иго живой ипосекоши иволокоса без погибения вот сон и его столкование разрезают единое повествование вместе с тем они очень точно соответствуют к содержанию развернутому на протяжении нескольких глав странность рассказа заключается в том что во сне являются четыре колоса и братьев было действительно четверо ирод иосиф фазаил и феррора а сообщается о судьбе лишь троих из них то есть отравленного прежде фазаила убитого накануне иосифа смерти которого ирод еще не знает и о судьбе все еще живого ферроры имя которого пропущено здесь о четвертом колосе саму иродис он предсказания не дает вот видите значит здесь если бы это был интерполятор у него не было бы противоречий он бы что-то создал то есть славянский интерполятор а поскольку это могло быть только при каком-то это не может принадлежать переводчику вот что это интерполяция но она не переводчик потому что здесь много слишком противоречий ставить вещь в которой множество противоречий это странно кто-то вставил но там могла быть другая история так смотрите о смерти фазаила славянская версия сообщает кратко что он умер будучи приглашен но это опять очень сложно и все-таки вы должны здесь вчитаться если это не переводчик значит это это перемещик греческий да это где-то в греческом но вы сказали что интерполяции не находятся в никаком я говорю о христологических христологических об этом вы не знаете об этом можно христологические не находятся понимаете на них обращают внимание их все время а есть больше сейчас пытаться непроверенно по отношению к конечно я покажу дальше это не самое самое главное у меня будет потом 38 посмотрите здесь вообще даже Мещерский признает что это интерполяция переводчика посмотрите здесь появляется военачальник Песи или Песия которым ничего неизвестно совершенно нашему тексту греческому но разумеется ничего не было известно и славянскому переводчику вот эта вся интерполяция Песия там сложная история перепирать насчет того что отравили вот этого некоторого военачальника Песия пытались отравить самого Ирода и здесь вот этого ничего нет и даже Мещерский считает что это интерполяция не переводчика но еще грецизм да со своими ногами с грецизмами как раз это ничего вот а вот под содержание и наконец 38 на которой я считаю нет подробно не 36 а 46 которая считаю главной в моей системе я поэтому это оставляю на на конец военная хитрость Вителия с применением триболов против конницы Марта Артона Бедрякской битвы 69 года но уже то что славянский переводчик мог интересоваться и какие-то сведения значит там история такая что триболы это триболос такой колючка которая бросается на землю посыпается дорога и когда конница несется по ней колючки втыкаются в копыта и конница погибает колючка ведет так что как ее не бросить на земле всегда один торчит значит то есть она имеет такую форму вот так да 4 как бы 4 должно быть из 4 палочек при любом положении какая-то 3 лежат а 4 торчит таким устроено и вот вы смотрите как это переведено в первый же день одолеофон во второй утилий по метабу на ночь трерожно железо прозывается трезубца и наутре исполнившийся речь насыпавший путь в поле и творясь обижать и так далее и в общем да понятно так вот это переводчик называет трерожно железо прозывает трезубцы это конечно глосс это добавка трерожно железо это не трерожно а четыре железо если бы переводчик это вставлял от себя он бы не сделал этой глупости значит он неверно понимает греческое слово триболос он считает что три это связано с корнем трейс а это трибо терез этот колючка этот все эти колючки вот эти которые и в Евангелии постоянно напоминаются они с этим корнем и там правильно переведены смотрите трибол волчец репе это всегда переводится да да совершенно случайно не имея ввиду искать просто случайно сонсом что триболос в Матвей 7-16 в славянской версии вот-вот я привожу это внизу посмотрите я дальше в комментариях значит именно трибол или репе или волчец но вовсе не трибол это ничего не значит потому что это не три не три рожное железо а четыре рожное железо вот что и это никаким образом не мог теперь значит про объяснение это вы знаете что объяснение этому только он был здесь он бы сказал глаголически да так ну посмотрите а этот эпизод только если у пултатха я нашел у пултатха объяснить этот эпизод извините а почему не допустить что переводчик действительно не понимал эти молодые он бы написал трибол или он бы написал понимаете что написать волчец и репе он не мог потому что это явно сюда не подходит а три рожные это значит он думает что он значит апеллирует с греческим словом а он плохо знает греческий язык нет он бы написал четыре рожные если бы он знал о чем говорит он бы написал четыре рожные а как если он не знал о чем говорит то зачем бы он что он взял в тех плутах и оттуда взял смотрите либо этот автор знал этот предмет из реалии его жизни и в этом случае он должен быть известным ему на его языке а как кстати называться потому что я помню в музеях есть эти эти штуки четырехрожные три волос нет как в России они были я помню что в России в прошлом русской экзоне да нет подожди в России не было думайте в постнагольскую эпоху это 100% они были я не знаю когда я просто детские воспоминания что в музее там в каком-то министерии корюшки в большом количестве четырехконечных винджи это звездочка ну это другая чем лично ну я не знаю мне кажется это достаточно убедительно потому что эпизод реально существовал этот эпизод а его отмечает Плутар больше я не нашел нигде его и явно неправильно понимается вот эта деталь которая вот этот предмет который проходит то есть он мог я понял вашу мысль что он мог знать слово но неправильно его технологизировать но тогда понимаете его описание бессмысленно а что в этом элементе какой тренинг есть у него же нет тренинг вместе сожженый процесс прокалывания нет это три голоса называется ну вот мы называем слово в русском языке колючка для нас это то что колец и растение колючее все колючка поэтому колючки называют изделанной на тренинге тоже тем же сам только поэтому греческое он похож на те колючки которые открываются во тело когда вы проходите через то ты считаешь что это перевод а не не вставка нет просто потому что из того что у нас здесь дан текст он не следует что это перевод зрительства мне кажется что из этого он не следует что интерполяция я считаю что это перевод греческого может быть тоже я думаю что может быть вот это вот это мы все время используем слово переводчик 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 это слово заменить на эдитер вы сами редактор вы сами говорили что читатель тоже иногда служил за оборону эдитер и он тоже изменял это может быть этот текст он в ходе трансмиссии переводчик перевел так потом это кто-то так сказать исправил там и так далее то есть это понимаете потом уже кучу савянской ну можно и савянскому этапе тоже возможно мы что же мы же мы же не не так сказать анализируем уркопи так сказать мы анализируем уже что-то пришло к нам спустя может быть какое-то время все я понял все интерполяции есть во всех во всех это трерожный вот этот 33 зубец вот какой-то пояснение это не во всех называется три зубцы это не во всех а вот трерожное железо этого все это все группы 3 зубцы глосса полоколамска в списке отсутствует три зубца а трерожное железо это во всех если бы это вставлял понимаете я и моя идея если бы доставлял стаблянский славянский редактор он бы описал ситуацию так чтобы было правильно а он написал неправильно трерожное железо не существует и она не может возиться в какую-то ложку он бы ее называл каким назвал бы своим каким-то словом если вот вы мы кто-то это видел в музее значит если это было в практике люди потому что смотрят называется чеснок хорошо вот именно так вот именно такая если бы это было в практике славянской кавалерии в чем я вообще сомневаюсь что кавалерии в это время была развита 3 при характере славянской местности где в основном передвигались зимой на санях а летом на лодках значит если бы это было известно славянской практике откуда бы возникла то был бы употреблен термин которым это называется это этот термин несут не может существовать приростное железо для этого природа потому что он неправильно его описывал там 4 нет он выглядит как один один момент что мы все время ищем это должно быть логически мы знаем что в текстах очень всегда бывает так сказать тексты бывают противоречить друг другу нет нет подождите это как общее суждение здесь могут быть какие угодно давайте давайте еще кое-что поговорить я не просто вообще нужно набрать какой-то материал да да я и так и думаю что если другие между прочим понимаете но вот посмотрите 47 хорошо в этой хитрость сотников хоя ну это поляки принесли это конечно тут поляков посмотрите 47 я я говорю 47 даже мещерский допускает что ставка находилась греческая рука везде потому что здесь сотни хоя существует ну вот что ну как это может быть славянский переводчик или редактор такую вещь ставить не может какой ставить невозможная вещь вот но но 46 мне кажется самое интересное потому что потому что здесь скрывает тенденция за ней как бы такая то есть здесь но есть тенденция вы тенденция нет виноват я заговорился все здесь именно да хорошо давайте теперь перейдем к кристаллическим интерполяциям и послев в принципе более подробно значит кристаллические добавления первое 73 значит на 109 странице довольно-то и обширная вещь я не буду читать что займет время 73 да номер 73 23 29 здесь вот что очень интересный момент значит и синедрион после того как их захватил и русский это 37 синедрион сидит и они обсуждают такую вещь да не похож ирод на мессию например вот смотрите в основном стихе помазанник наречется кроток а сей исполнил кровью всю землю нашу при помазанице было хромым ходите слепым прозирате убогим богатете а при всем здравие хроме душа видевшие слепоже богатые обнищащие вот среди них присутствует некто по имени луй ну левий по-видимому так все понимают который что-то им противоречит един же от них это десятый стих един же от них именем луй хотя премудрите их и глагола им что языком его попадаша нет книг но басною речью то есть болтовня а не ученой речи они же книжницы суще почаще искать и времени когда святые придет святые по-видимому здесь это мессия алое горячий возглас еще такое выражение как придет бог и все святые с ним да да и луи горячий возглас саша соревши ухать и есть ворте а кости в голове того же деле векли ему яко изнащи завтрака шара а голова его атякчала питье яко же и кости он он уходит доносит Ироду и Ирод избивает весь Синитрион событие на самом деле имевшее место в истории после как Ирод захватил Иерусалим после полугодовой осады он перебил довольно большую часть Синитриона так что за этим стоит исторически достоверное интересно что об этом ничего не говорится в иудейской войне а есть краткое довольно сообщение древности и все теперь это у меня конечно здесь было очень но значит это не оттуда не от любви не от любви конечно и потом этого персонажа нет этого разговора нет и конечно я привожу дальше в комментариях обсуждение о том в какой степени кто иродомессии ну была такая группа иродиан или во этус последователей боэтуса которые но это только неприфандия китовского у нас но значит очень интересные темы очень интересная тема что поставлен такой вопрос и вот это служит обоснованием избиения синдриона вы видите именно потому что они не признают ирода беси луи доносит вот этот но леви доносит ироду как как все кто ироду кивая ну а леви для социальноязычного автора ничего проще и это в писании но то что здесь написано у и написано то есть не оу а непосредственно через контекст который появляется я не знаю что это за последователь мне кажется очень интересно потому что какое имя да существует именно в арабско христианской или идумейской на бальтийской среде хорошо очень да очень может быть я с удовольствием это принимаю замечательно значит он доносит ироду ирод избивая синдрион конечно это поразительное по содержанию садка у иосифа флавяну совершенно только очень очень беглое упоминание потому что когда он писал древности он вовсе не хотел ссориться со своими римскими друзьями и он везде выдает ирода как друга римлян так что это конечно враг поэтому мессианская тематика которая окружает ирода и рисует и ион в иудейской войне об этом ни слова в древностях чуть-чуть и вот мы находим интерполяцию такого рода конечно это удивительно извините как вы объясняете такой кровавый навет а ирода знанием арубитяне насуща да да это тоже не соответствует это тоже не соответствует иосифу потому что иосиф довольно спокойно его считает иудеем безо всяких этих проблем да иосиф от такого не говорит а почему откуда берется ведь это же не библийское христианские дни происходит военный коммунизм когда хорошим будет хорошим это из нового завета да нет убогим обогатеть это нормально но при всем здравии хромии душа да 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 откуда это я не знаю я думаю только это симметрично потому что полагается так и стало наоборот при всем еще ничего не нашли не в них не произошло только что взял иерусалим поэтому как правители его нельзя оценивать это совершенно литературный ход даже иудейские так сказать критики я не знаю точно кто первый но по поводу иисуса говорили что миссии нужно было скажем собрать изгнания как он привел в общем вот такие антитезы да да конечно должно быть конечно а здесь здесь посодержали это совершенно в момент только в момент взятия иродом иерусалима как правитель он еще себя ничем не отметил дальше я пропускаю что здесь отмечать рассуждение идет в соответствии с иполитом римским расчет даты пришествия миссии это так что это не вызывает никаких сомнений что это христианская интерполяция потому что расчет даты миссии идет по иполиту римскому это все это просто но вот меня очень занимала эта пословица и вот если кто-нибудь мне помог то я в общем не справился в одиннадцатом стихе значит этот луи он какой-то очень неотесанный необразованный видите говорит не по книгам а басное речи то есть это просто речи они ему говорят ухо те есть во рте а кость в голове потому что рано завтракал после ночи а голова его была всегда отягчена вином как кость значит обычно все читают ухо ухо те есть во рту я думаю что здесь надо читать ухо во рту а кость в голове я это так в комментариях понимаю так ухо это предмет постижения мудрости как всегда в священном признании значит рот ему заменяет ухо вот такая красивая вещь а кость в голове ну вот здесь я с этим не справился я там привожу некоторые как раз талмудитские параллели но слабенькие что кости впитывают в себя жидкости и например да ну вот там есть где-то в трактате несим что ли упоминается персонаж который на кладбище омывает кости и он черные кости это тот кто пил крепкое вино белые кости у того и так далее вот такого рода я там параллели привожу посмотрите но в общем и целом не очень получается мне кажется кость в голове это значит кость в голове которая впитывает в себя вино ну вот какие-то параллели есть такие талмудитские но слабенькие ничего я не нашел даже здесь было бы интересно если если бы а тупой да да нет обжора и пьяница вот что обжора и пьяница вот что а во рту и лукаши а во рту уха ухать и сварти это ухать я думаю ухать и да да я искал но я не нашел я если что будет вот это я я почему между прочим и предложил так этот доклад настойчиво потому что в общем нужна помощь это можно посмотреть чтобы ирландские читали нет я смотрел довольно много например но есть еще в судах Соломона там интересно значит когда отличают настоящего сына от настоящего кладут в кость в кровь и и там доля она наняет свет кровь она впитывает в питерах да ну вот я тоже этот пример параллель но все это не решает все проблемы другого я не нашел да да ну вот но что ухо во рту я так понимаю что у вакжоры рот заменяет орган познания это тоже одна из форм познания действительно не ухо во рту да в общем значит интересная интерполяция дальше следующая интерполяция вот 74 о которой я говорю что сказания про дитяна есть распространенные и там начало этой интерполяции и вот посмотрите какая интерполяция теперь вот с 34 страницы я теперь мы ее рассмотрим значит пришли волхвы к Ироду что они ищут младенца ну как Ирод их отправляет туда в Вифлее да он их отпускает чтобы они заключают по стражу не если они шпионы посмотрите это в третьем стихе в начале вы запущены но таками вышнего это 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 совершенно греческое так по-гречески я там даю параллель есть рассочнице вы их заключают по стражу и стражники стоят и слушают как они между собой разговаривают убеждаются что это честные люди которые только ищут младенцы но они видят что это может быть мессия опять тема ирод ирод не хочет найти новорожденного мессии убить в евангелии это между прочим плохо обоснованно у Матфея зачем ирод если смевать здесь мотивировка гораздо более зубила и отправляется искать младенца доходят и как в евангелии уходят другим путем ничего не сообщил не сообщив ироду тогда ирод понял что они его обманули и начинает принимать свои меры и значит он отправляет и вот посмотрите в двадцать третьем стихе на тридцать пятой странице появляется снова этот лунь да этот лунь который был в предыдущем он говорит ироду пошли по всей земле иудейской ели ели будет отрочески пол родился понеже перси видишь и звезду и до сего дня то избей всех младенцев то есть то и убеденный будет царство крепкое твоим сыном и до правды твоих здесь даже мотивировка между прочим более простая не мессианская а просто удержать престол наследственный престол потому что у мессии предполагается ведь ни сыновья ни правду так что здесь некоторые сбивчивость есть в этом изложении и а я послал проповедники по всей земле до и ну вот значит все плакали и тогда и по-видимому те же самые члены Синедриона они пришли к Ироду и умоляли его чтобы он отпустил виновое а он им грозит чтобы они молчали двадцать восьмой стихе и они упавшие вниз лежали до шестого часа пред ногами его и одолевавших царств ярость царева потом же вставши рекоши ему послушай раб своих да ущедрите тя вышний писанаясь як от Вифлеема рождается помазали даже не имаше милосердие на своих рамках да вифлеемские отроки избить а прочее отпусти и повелел и избыша только отроки Вифлеемские значит Синедрион смыть в рейтинг история точно такая же как в первом случае там по наущению Луя избивает Синедрион здесь по наущению Луя избивает младенство и Синедрион может только отстоять чтобы избивали не всех по всей еврейской земле но только Вифлеемских на чем мы сошлись избили Вифлеемских число их уже не сообщается ну вот и вот дальше тридцатый стих который тоже опущен в истории Удейской войны а находится является заключением заключением этого апоклифа и клинахути да так асам бесчаствуется то есть они его все таки прокляли за все это чтобы он был сам бесчаственным ну вы видите здесь в самом повествовании мы видим конечно элементы такие фольклорные которые я бы невозможно переписать какой-то греческой традиции и византийской значит лежали до шестого часа это пустые слова которые ничего не значат с какого до какого шестьдесят три тысячи правда довольно фантастическая цифра но я нашел в одном из апоклифов что у Адама и Евы шестьдесят три ребенка не тысячи ну тысячи это можно легко прибавить теперь самое главное здесь что Луй играет одинаковую роль в двух эпизодах это конечно самое интересное и самое главное и в общем и целом получается эти две эпизода когда сопоставим то мы видим что Луй виновник избедения Сенедриода и он же виновник избедения веглеемских младенцев в христианской традиции считается первым для христианского мученика как скажем для иудейской традиции первые мученики это младенцы макарейские так здесь такой парализм есть и интересно то что Луй выполняет тождественную роль в обоих случаях это очень интересная ситуация да понимаете да да которую надо принять во внимание а вот иногда вот эти мессианские так сказать мое знакомство так сказать с какими-то мессианскими традициями в политической литературе обычно эти мессианские традиции когда они потом как бы ну вспоминаются и обсуждаются они иногда имеют какие-то исторические значит привязки предположим как ну это как бы как бы типологии так сказать я иногда думал может быть это каким-то образом связано с каким-то либо греческими либо какими-то русскими событиями когда вот это вот именно вот в чем здесь такие мученичества так сказать этих младенцев там и здесь вот этот луи так сказать может быть это естественно вот эти вот вот эти события и те как бы персонажи они являются типологическими какими-то ну как бы такими маркерами того что происходит и может быть Ирод это тоже это какой-то может быть русский так сказать там и так далее ну это вообще так называется прообразовательные типологические интерпретации писания это в самом ветхом завете есть и вновь новый завет селиком на этом построен потому что для апостола Павла Агари Сара это ветку завета и так далее а в самом ветхом завете там фигура Мельхиседека прообразователь но это особая тема это надо смотреть кое-где это прорывается в летописи русской такой подход конечно русская летопись очень часто оценивает персонажей русской истории но в основном князья конечно вот с этой точки зрения то что это происходит но в данном случае и вот этот боярин тоже в этой Гориско-Вангутской летописи получается примерно так же но здесь поскольку никакого элемента русской истории в эти интерполяции наш интерполятор не внес поэтому это не проходит здесь чисто происходит вот ну вот и давайте тоже здесь можно все источники которые выявляются они все в славянском переводе известны даже даже вот эти там интересные в 12 стихе упоминания разных созвездий очень красиво в связи с темой волхвов посмотрите на 36 странице комментирую эти 12 стих где все похоже но немножко все время идет не попадает в точку это значит орнаментальный характер построения текста берутся элементы которые создают видимость поздневности на самом деле где-то все очень близко но не так агиры об ироде благовеен очень интересно тоже в 16 стихе и это тоже соответствует одной из талмудистских традиций потому что эти перестройка колоссальной работы по перестойке храма были оценены все-таки здесь ничего не поделаешь поэтому благоверие как бы немножко возникает ну интерполяция об избиении владельцев попала не на свое место она попала в 22-й год до Рождества Христова именно тоже текстологические причины там запутались была одна хронология по хронологу Фуяна Малавы она была главная и потом мне на место поставили эту интерполяцию по избиению владельцев она должна была попадать на 4-й год а попала на 22-й год и это тоже текстологически важно вот вот теперь следующий да что в 30-м стихе да ну ладно теперь следующее недоброжит а извините пожалуйста гражданским шрифтом 30 стих да это то что не вошло в тексте иудейской войны а только в полном тексте апокрифа да конечно но то что является безусловной его частью и посмотрите 75-я интерполяция на 38-й стихе и повторяет опять это же самая вещь хотящий цареви бесчерства то есть значит она не попала в иудейскую войну совершенно по ошибке этот последний стих интерполятор его знал просто там редакционная неточность теперь значит следующее иоанн креститель 7 из 6 здесь тоже довольно интересно видно это построено в общем и целом на древности иудейских конечно идея извините оба и крестителя восходит древности в чёрном одежде в чёрном одежде в чёрном одежде в чёрном в чёрном местной в сквере да и описание немножко такое комическое я бы сказал прилепив волосы скотины к телу своему но что за чудные одежды вот эти одежды необычные 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 дикие будет дивий конечно чаще чудные необычные всё это его описание даётся что необычные совершенно нестандартные то есть ну не знаю это как никакого отношения не имеет просто есть в той упоминается Гадим Хамудот одежда Ресабра были да да и они возможно что они были именно такие шерстяные не шерстяные как сказать шкуры видите но сама фигура крестителя в новом завете она же списана с Ильей оттуда взяты его внешнего так что это да там но там нет там нет ну в общем там все да да это восходит конечно это здесь конечно это видите все время здесь опять некоторые неточно теперь вы посмотрите второй стих довольно паразитный этот Иоанн креститель пришед к иудеям вабящий их на свободу глаголя яко бог мя послал да покажут вам пути законные им же избудите от многих властелин социальная социальная интерпретация мессианской темы это не совсем бездарно это не совсем неграмотно но это надо это проходит красной нитью по всем этим вещам свобода тут свободы да да конечно потому что это втиснуто в рассказ о римской войне и потере независимости хорошо описывает идеологию как идеологии да да свобода была да 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 это более да постоянно здесь все идет сдвиг в сторону зелотизма вся интерпретация сдвигается влево между прочим в этих интерполяциях вот что интересно и там даже есть мелочи которые потом я даже не помню может впереди может сзади где действительно интерпретация все время сдвигается в сторону зелотизма вот например дали будут над вами да смертный разве лишнего да 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 хорошо грамотно пославшего да вот притом значит его приводят к архиллайю что не точно потому что архиллай умер в шестом году а эти события происходят уже через двадцать с лишним лет после смерти после смерти архиллая но надо сказать такую же ошибку совершает кажется Иван Левый Марко перепутывает разных иудейских властителей так что это не обычное дело диет значит диета в каком стихе сейчас это восемь значит трос да и щепками древянными да да значит эти акриды с ними не справлялись потому что не понимали а щепки древянные это акродрюон это эти мягкие какие-то я не знаю что такое акродрюон кончики мягкие растения да верхушки а это обычное да это обычный славянский перевод вот между прочим десятый стих посмотрите и встав с яростью Симон родом есеянин книжник речи мы повсякни чтим божественные книги а ты ныне вышед из дубравы а ты зверь то смейши ли учите нас и народ прельщати непреподобными своими глаголами значит опять литературный ход тот же самый этот Симон этот есеянин он заменяет Луя потому что он также энергичен и занимает какую-то крайнюю позицию и дальше видите в одиннадцатом стихе он даже устремится растерзать и тело его значит эсей здесь прямо зелот эсей превращен зелот да конечно это обычное дело как и в новом завете это есть фарисеи и книжники там тоже сваливаются в одну кучу так что здесь больше более или менее но там знаете там же есть и радиа и в одной группе в одной из там такие допускаются постоянно эти ошибки так что здесь ничего оригинального нет теперь посмотрите в семьдесят стихов то есть это славянский интерпретарь наиболее близок он наиболее близок должен быть к крестителю так что это это литературное сочинение за которым стоит только одни догадки нет просто есть всякие действительно разные там с одной стороны что креститель действительно может быть как Плюсов считает значит примерно эссеев так сказать отпавший ну все равно с другой стороны есть так сказать ну насчет эссеев и там всякие теории по поводу отношений эссеев и вирода вопрос оттуда просто как он решил бросить какого-то эссея расцветить персонажа так давайте двигаться дальше я смотрю бесчеты эти двенадцати у меня еще программа не счетова теперь дальше посмотрите семьдесят седьмая интерполяция здесь такая же семья такая же тема галилей и жукуляши иудеи я понежу семья сущих свободно от авраама и ныне работаю римлян семья сущих свободно от авраама по интерполяции оказывается речь идет об этом об этом об иуде который упоминается и в древности их и в деяниях так что вот это семья сущих свободно от авраама а ныне работают римлянам вообще это странно что это не было в греческом оригинале а здесь оно есть дальше семьдесят восьмая здесь а иоанн креститель разгадывает сон филиппа тоже интересный эпизод и здесь в общем более или менее точно то что надо так что еще теперь об иисусе семьдесят девятая она очень близко к тому что в древности хаудейских вот это ащи и мужем достойно есть и годы конечно и в общем и целом он да здесь я указываю некоторые вещи в интерпретации которые опираются тоже на славянскую традицию на сорок третьей странице посмотрите там кое-что теперь дальше вот что интересное восьмидесятые номер восемь на сорок третьей странице многом явившихся при том слугам преждеписанного чудотворца это об иисусе и главующим людям своем наставнице якожив есть я аще умре и тот свободит вы от работы видите опять социальная трактовка постоянная и мнозе от народ глаголимут послушавши и по велению и в немаку и не славы и в деле выше откуда их так как вы понимаете тут от работы от работы от рабства конечно даже социальная интерпретация всех движений от рабства народов или от божественной службы нет нет это социальный подчеркивается социальный момент дальше они говорится что эти были эти ученики примкнувшие к ним они они были из простых людей калишницы рукодейцы рыболови но дивно знамение тваряху воистину якожи хотяху дальше о них в третьем стихе совершенно поразительные слова вот которые как раз я долго не мог понять а когда понял что это это понял что это фальсификации все си же благородны или благодарны строители видящие возвращение людское подумавши с грамотеями яти их и погубить и благодарны строители вы знаете что это очень комично посмотрите на 44 страницы на 44 страницы они не благодарны там благородный видны первоначально это парагеномина и хупереттой парагеномина это прибывшие служители это это два слова изъявления и торопливо неправильно понятые строители это служители это это правильно а вот то что они благородны вместо прибывшие а гигнома и перепутаны вот это близкое похоже вот видите какая грубая ошибка дальше идет цитата что очень интересно из славянского перевода алфавитарян Григория Великого мало и не мало и когда является великим это это вот так теперь значит грубая ошибка идем дальше у нас действительно время дальше описывается храм и значит вы помните вокруг храма были эти доски на которые по гречески и латински были надписи о том что нельзя входить по сравнению или по гречески еврейски только латинское вряд ли и дальше говорится и над теми титлами четвертое титло висящее теми грамотами показая Иисуса цесарь и не цесарство распятывают иудеи за не проповедовавши разорение града и опустение церкви цесарь и не цесарство это взял в себе если заглавленные книги Василеус в Василеусос да это выражение но Витеб ахинея полная ахинея потому что здесь соединены совершенно разные мотивы надпись на кресте и вот эти надписи окружающие храм простите не может ли это быть какая-то интертекстуальное влияние например какого-то комплекса текстов вроде Кирилла Мефландерской легенды я имею в виду про левикус три язычника ну это может именно для славянской среды темно надписи на крестный Иисус актуально да но здесь неправильно описывается предмет дело то о чем говорится представляется абсолютно извращенно в виде хорошо но говорится о надписях которые окружают храм у меня надо смотреть большой контекст понять в каком есть описывается храм что есть храм там этот двор мужской женский да и надписи которые запрещают иностранцев ходить и вот сюда прибавлено и сюда прибавлено это надпись креста которая никакого отношения нет да да и дальше вот видите в другом месте стояли стояв у столбе равные на них титлы это правильно переведено я там дальше видите даю в комментарии а тут в этой интерполяции абсолютно неверное представлено положение дела и так и дальше опять ссылка на это же место 82 интерполяции вот ну и дальше я остальной материал опускаю мне кажется значит что все это представляет собой творчество переводчика очень ловко используется знание греческого материала это делается сознательная попытка придать этому тексту сделать иосифа автором в этом нет так сказать большого почти спасибо задора почему потому что переводчик там в других местах я там сейчас опустил но кое-где велькнуло переводчик знал древности иудейские это то есть вот этот наш редактор знал древности иудейские несколько вещей мы уже видели но там в других интерпляциях тоже видно что он оттуда берет кое-какие свете поэтому взять христологические места из древности иудейских внести перевод иудейской войны в этом не было ничего плохого потому что переводить иудейские древности вряд ли собирался а объединить этот материал это нормально потому что это сочинение иосифлавия рассматривалось как чисто христианское и одно конечно как мы знаем не имела вообще сочинение иудейские традиции а только христианской традиции сохранились так что и части из них пошли в церковную историю все реки сарийская так что они были адаптированы христианской традиции и рассматривать даже я привожу здесь пример один я как же говорит как свидетельствует иосиф авраам первый значит единого бога признат даже вот этого доходит что ссылка идет не на библию а на авраам на иосифов это говорится признание врага так что сам предать этому материалу христологическому такой подлинный вид это была такая игра нашего интерполета который знал иудейскую войну разбирался но в каких-то источников новозаветных хотя вот эта ошибка с этими благородными строителями замечательная ошибка это видимо просто очень поспешно было сделано не проверю и все вот источники я только вам показываю материал аргументация к сожалению приходится соглашать все источники вы можете проверить ими в ваших руках они все-таки не выходят за пределы вот узкого круга новозаветных и древности иудейских и вот теперь посмотрите еще один случай я хочу привести которые уже после публикации работы я у меня есть несколько таких случаев но я приведу один потому что может быть мы все устали 55 давайте откроем 50 нет 53 интерполяцию и вот посмотрит которая меня как-то очень сильно смущало все время пока не значит большая речь большая там добавленные речи вероучителей иуды матфея защитивающего закона смотрите это все интерполяции глядите мужик глядите мужи иудейские можем ныне время мужествовать это покажем какова благочестие имеем на закон моисеев да нет последится рот наш да не по сравним законодавца нашего имеем и образ на подвижении для зара первого до и 7 братьев макавеи и мать их мужествующие антиох бог победит и попленив землю нашу и царствую над нами теми семью ботрах побежать быть и учителем старым и женою старец им же досподобимся и мы да не явимся не мощнейши жены а щи же и мучими будем а в божественной ревности но венец наш больми сплетет сплетет а щи же убьют то душа наша темну храмину оставивший к прадедам от иди иди же авраам и иже под него ну вообще говоря опирается на вторую маковейскую книгу но такой такой патриотизм иудейский что очень трудно признать этой интерполяции все-таки это интерполяция переводчика я говорю что теперь выяснив пределы переводчика что есть у него с приема с работы с текстом я начинаю уже материале двусмысленном находить это же сам знаете на что я я одно слово здесь мне здесь выдала переводчики этого он называет этого или азара учителя старым значит учитель имеется ввиду что он учитель этих семей маковейских юноши значит я стал думать как это можно объяснить сам или азар в маковейской во второй книге называется грамотеус что вообще говоря очень похоже на учителя на сутки переводится нормально книжник 4 маковейских которые ему посвящена лишь в большей степени там он иерус конечно и даже артии и в христианской традиции он везде уже ждет иерус и архиереус слове ему посвящено несколько слов и на 1 августа этой памяти маковеев в великих чеки хминеях они все собраны там и азлатауста есть который правда на обращает мало внимания на или азара больше на семи на семи траков их мать которая у нас получила тоже имя сейчас вывезло это да а больше о нем немножко о нем посвящен абзацам условия григория богослова наверное первое сочинение посвящен вообще пока не тема маковейских очень важно потому что они действительно создали модель для культа христианского потом вы знаете мощи были принцами в шестом веке время там пропали они якобы были похоронены в антиохии да так вот оказалось что я нашел учителя значит очень поздних источников никита ироклийский это товарищ феофилакта охрицкого они современники он умер в тысяча сотом году он написал толкование на 16 слов григория богослова 16 слов григория богослова переведены в 10 веке на славянский оттолкование никиты на эти слова григория богослова переведены в это время на руси это одно из самых интересных произведений когда я изучал например китов раз этого саламона китов раз слова китов раз встречается только в толковании к никита больше нигде так вот он называет или азара дидаскалус и вот вам пожалуйста это что назвать и теперь и в великий честь имене это слово так и входит о семьи младенцах и обучители их или азаре и этот пятьдесят третий это написано словили представьте себе вот такая апология иудаин нет смотрите или азар превратился очень поздно но это понятно потому что в шестой главе это или азар отказался с и небес и мы главе владельцы но надо между ними выстроить какую-то связь правда вот старая ты молодая значит он учитель но конечно григорий богослов грамотный человек он не стал в писании и объяснять там что-то а через 700 800 лет боже мой там стали довольно свободно все это такое и вот этот дидаскалус и теперь я нашел славянской традиции учить и никуда от этого не деться вот это вот совершенно нахальный стиль всем до их всем делось но вот что мы видим и теперь стал подряд читать этого но я там показываю например когда речь идет о а как я забыл в одной интерполяции где я искал я просмотрела а геракли и гидри я прочитал всего этого никиту ироклистов и никита ираклистов его толкования важны тем что и интересны для славянской традиции тем что там излагается вся греческая мифология и между прочим до сих пор это произведение у нас не изучена не издано и сегодня вот институт русского языка начать это в общем поставил своей целью изучить как раз он и стали ну на первые шаги для подготовки издания этого очень важно произведение значит одно мы считаем что перевод примерно той же эпохи ну и некоторые другие вещи где видно ну например посмотрите 55 вот теперь я тоже после этого всего всего я от моих серии до серии речь о массате которая имеет какое-то отношение упомянули немножко так там какой из этих эпизодов нет вот к этому 53 имеется может быть там может быть сходство текстом да внутреннее влияние внутриудейская да ну вот там речь может быть я знаю только слой учитель потому что превратился из армии но если если как бы это не сочинение а скажем перенесение как и все равно те эпитет учитель да и кроме как никита эракийский я ничем не могу объяснить он больше нигде не попадается с этими пиками ну вот и некоторые другие вот смотрите 55 от моисея и доселе вставляется понимаете когда вы в тексте видите такую стопат поисе и доселе то вообще говорят хочется верить что это автор так пишет но теперь я думаю что и это подлежит нашему славянскому редактору который наисовательно строил свою свою сверить интерполяцию под под его стать раз точку зрения и греческую и еврейскую например приравнять изменения 7 3 он избиение младенцев и сделать одного человека виновником это же очень серьезная вещь да это значит снять вину за избиение младенцев как обычно всегда обвиняют иудеев евреев что они виновники ну пилак подается этот и раз и середину как кто виновен за распятие христа и так и избиение младенцев иудеи а здесь оказывается нет иудеи объекта луи которые синедренный понимаете это же совершенно мотив апологетический праздник и здесь вот пожалуйста эта интерполяция 53 она совершенно иначе представляет иудейский мир для славянского читателя но я даже думаю что может быть эту тему я продолжу во время конференции уже докладом на эту тему какое место занимает восприятие иудеизма в это время в этой среде потому что это не единственный материал который говорит о том же сам это сближение противов двух избиений все это очень интересно да да но ведь с христианской точки зрения тот святрион который сбил вывод или во время ирода он был совершенно окрашенный из христианской точки зрения он был вполне окрашенный правда христианин сказать от какой точки зрения вообще это просто было на Иисусе ну да как Малиил да является в общем позитивной фигурой позитивной фигурой здесь нет по терроречии с нацветными тенденциями это все было в рамках да нет здесь конечно снимается вина с иудеев и перекладывается на одного луя который пропащий человек какова вина иудеев возле идеи вы что не знаете антисимитизма что ли а как делать как же ну конечно но он во всем остальном обвиняется это первые это первые христианские святые младенцы они избиты так сказать ну конечно ирод проклятые конечно ирод это ругательство слава богу в русском языке это ругательство даже больше чем для там буду терпеливо с ним все люди нет но все-таки конечно это же всегда таки а каков статус вот мне тоже интересно упомянули перед этим что он там говорит о том что там авраам про авраам и даже отсылаясь к иосифу вместо библии а какой статус вообще вот вот эти вот этого текста скажем так вот как вы видите так сказать это на армия как бы с библией сказать или это как бы ниже этот иудейская война это в общем примыкающая к библии теоретический завет то есть это как бы смотрится как бы продолжить это я тоже я что-то писал об этом ну да на эту тему я считаю что вообще этот хронограф который входит этот иудейская война он называется в русской научной традиции иудейский я бы его назвал библейский потому что иосиф в составе этого хронографа тоже как бы библейский источник оказывается и вот наполнить поэтому его сочинение этими интерполяциями из древностей это позволить и нормально потому что также у них в иудейском хронографе достаточно много источников для ветра заветного периода и мало есть очень хорошо и расширить писание челяберсар и иосиф до иосиф является главным источником для периода вот этого для христианской и потом а потом начинается история церкви уже в этом иудейском поэтому это вообще не правильное его именование это библейский хронограф или священный хронограф это корнеподлинный хронограф священной истории иосиф был писатель романистом все его знаменитые речи и все его знаменитые описания и внутренне переливания его герои взяты исключительно из его собственного когда вы переводите долго какого-то автора вы часто начинаете идентифицировать себя с его стилем почему вы из этих интерполяций или этих заболеваний могут быть объяснены ровно таким же психологическим психологическим погружением в автора да конечно да я же в первый раздел 25 интерполяций вот этих стилистических я пропустил на самом деле мне было бы с вами интереснее прочесть именно первое посмотрите там как интересно работает переводчик через материал там есть очень неожиданные изменения и вхождение в материал я бы я не знаю если бы мы могли еще время посвятить если или какую-то форму работу потому что там самый интересный материал на самом деле для меня сегодня не христологически потому что мне кажется это недостаточно проявленное мастерство недостаточно серьезная опора на знание проявляется слабоватость поверхность знаний интерполятора а вот стилистически его очень интересная работа с оригиналом и там входят такие вот как он дает в описание военных событий как он дает риторику ведь в славянском переводе чем больше в греческом потому что абсолютно не владели косвенной речью все нужно было переводить в прямую речь и например персонажи говорят о солнце кто это кто это говорил о солнце среди евреев совершенно необычные такие вот риторические ходы ну и там даже есть совершенно иное переосмысление событий согласно каким-то другим своим собственным представлениям я вот даже не просил бы вас чтобы вот первые 25 просмотрели хотя бы битва как и совершенно особый стилистический прием какие-то приемы там есть это обсказывается идеология вот это примитивного феодального общества где война подвиг ну какое-то рыцарство в общем видно что занимает серьезное место в сознании человека у меня два вопроса по статуса буддийской войны по сравнению с другими сакральными или около сакральными текстами мне кажется само наличие интерполяции все же указывает что переводчик скажем так те кто этот текст передавал тем или иным способом таки понимали его отличие от собственно библейского и не можно ожидать какого-то свободных интерполяций да то есть было все таки развлечения какого-то не то чтобы они совсем не понимали границ а второй момент связан уже с центральными вопросами нашего сообщения вы согласны с тем что есть интерполяции которые были на гречском этапе и интерполяции которые произошли на славянском при этом в некоторых случаях не совсем поняла из текста и из доклада да то есть вы интерполируете здесь если это могло быть если это был спонславянский переводчик по тем или иным признакам то это и подана да или это могло быть да то есть это это смотрите это столько стилистики в этих христологических интерполяций которые я абсолютно вижу что они не славянские подавление материалом на котором еще человек не знаешь плохое понимаете я вижу при этом какими он руководствует какими он пользуется приемами стилистическими дальше я их обнаружил в событиях вот эти сложные слова я это интересная тема тоже посмотрите чудо судцы сно судцы какие-то вот все время придумывает слова это прием этого автора потому что они же есть и явно в его сочинениях и в сомнительных вещах значит я и сомнительные теперь приписывая ему да да и это так ну по стилистическому признаку понятно да и там содержательному признаку так от моисея до сели вот моисея до сели я вижу что это гармонирует вот с этой речью об авраам и посмотрите так же явно неправильная трактовка прадеды не могло бы быть в еврейской традиции это совершенно прадеды как предки это совершенно русская форма он бы до если бы он перевел зрительского там было бы что-то другое чем прадеды и там смотрите душа наша куда-то пойдет в какой-то мир помните там говорится и ту душа наша тьму храме но оставившись к прадедам от и нет ну что такое это неудоизм это эллинизм это чисто из ассоцией саромом а если чисто из них это народ вот не знаю или 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 к прадедам тьмой нет это плите это да но темну храме а темную программу вот так я бы заговорю очень трудно будет потому что душа и тело как тело как темные праздники душа как что-то другое вообще я считаю говорю вообще-то я считаю что поскольку работа делалась в западной руси и до принимал участие и потому что эти вот вещи нельзя правильно оценить ирога я думаю что это ясно я думаю что это ясно потому что у кирилл сам пройдет несколько лет в греции в византии поэтому византийскую традицию но где он мог знать еврейскую только это я не знаю просто известно что он провел несколько лет в это время 1240 год да пожалуй это ничего страшного да да вы правильно говорите но бультики хорошо византии с прожала существовать один в константинополь это время был не очень хорошим состоянием у меня просто просто ударе едет человек это я не знаю потому что мы не надо как об этом ничего не известно известно что он не ехал не учиться там жил как и по-то самым где фигурирует самому не разу богу проблемами до шли каталанский и 1 сам ночью было где учиться гречески он знал хорошо там это очевидно есть небольшие ошибки но это абсолютно простите но при отсутствие словарей грамматик и так далее нет знания прекрасно ничем не доказывает а вот еврейскую традицию только западной руси в это время полиции поскольку киева в это время не существует проветели вот я и считаю что это им подпаляло что то есть у него было бы воисту и ему не было необходимости вообще достали но там есть одна вставка из александрии где тоже описывается очень хитроумный прием военный когда хвостом лошадей привязывают веники и поднимается ты гораздо больше чем от отряд от отряда маленькая пыль была бы а там отряд идет за лесами страшное количество пыли и враг в ужасе убегает есть такой эпизод но его указано что это заимствовано из славянского перевода александрии западное происхождение по лексике что-то есть потому что это и вещерский отмечает некоторые свои черты лексики западные это во всех есть там что эти опасные опасные это и трудно скажет на самом деле у нас этот вопрос еще плохо решено вы кое-что какие-то наблюдения может быть есть со своей званой обработки когда ждешь там есть какой-то очень нет впереди в первом доме она дает какой-то несколько лексик за раз многие вопросы затронула очень бегло на самом деле некоторые было поспешность я вижу что я пропустил своем изложении важные такие моменты и сейчас я к одному из них хочу вернуться а потом про иллюстрировать опять разбором отдельных мест то что дополнительно к там привести еще дополнительный материал то к чему я хочу вернуться эта страница 51 52 это самый сложный материал потому что речь идет о текстологии и здесь садится во-первых я даю аргументацию того почему христологические интерполяции принадлежат славянину то есть или переводчику или редактору это неважно мы так решили христологические интерполяции принадлежат славянину в число этих аргументов входит содержание источники на которые опирается и очень важный аргумент которая тоже назвал но не продемонстрировал просто прошлый раз эти текстологические соображения значит содержание это середина 51 страниц вот я виден теперь вот я буду говорить значит всем законченных эпизодов каждый в отдельности привязан к тексту иудейской войны но представляет вот так называемая христологические интерполяции которые и привлекают в течение столетия уже внимание очень широкого круга исследователь к славянскому тексту иудейской войны эти эти семь законченных эпизодов не представляют собой единого церковь можно было бы предположить что был какой-то вот такой единый рассказ который разорвали на части и поместили в разные места славянской версии иудейской войны но между тем эти все-таки эти эпизоды литературно связаны между собой первые два эпизода это избиение синедриона и избиение вифлеемских младенцев здесь две фигуры ирод и вот этот луч левий луи во второй группе эпизодов опять на и повторяется фабульный ход там вместо луя оказывается симон который тоже выступает таким агрессивным членом этой этой группы мудрецов в обоих группах общими сюжетами сюжетными ходами является обвинение в невежестве и донос луи доносит на синедрион члены синедриона на христа так что литературные вот эти формы литературной работы мы видим довольно последовательно одного автора вот в этих вещах при этом изложении стремится создать у читателя впечатление что авторов 7 7 эпизодов является иосиф это вы выражена стилистической ориентации на тестимония флавиана из древности введение первого лица иногда это рассказывается исторической достоверности служат имена персонажей извлеченные с самой иудейской войны из евангелии главным образом из матфея ведь и проблема в том что интерполяции 73 74 находятся только в хронографии и отсутствует в отдельной редакции потому что в отдельной редакции иудейской войны отсутствует вся первая книга вот так что это литературное единство всех интерполяции это очень важно для решения вопроса ну теперь значит ту мистификатор так сказать мистификатор который выдает это за произведение иосифа в чем он сказывается но например перечень однородных светил в 74 интерполяция тоже очень-очень бегло тогда говорила в этом там такой набор прямо всех астрономических терминов когда приходят волпы упоминаются все термины которые можно было найти в славянской письменности астрономические это 74 двенадцатый стих елисием звезда а при 4 поля да да и висием звезда не изреченной от лучей нас всех звезд не не выснет 7 планет нет копейник не отличник нет стрелец нет глазами но пресветло яка солнце и радостно значит я там в комментариях к этому стиху указываю откуда все все эти взятые термины ведь и в одну кучу свалено все что можно было свалить из-за знаний астрономических а но здесь есть и может быть даже не всегда да конечно вопрос а если попробовать наложить все это на астрологическую ну попробуйте мне не удалось потому что там полный набор вот совершенно разнородных элементов может быть надо знать хорошо астрологию и тогда что-то из этого связанное получится я говорю что я не вижу этой связи подчеркиваю это очень трудный момент и главное что это дальше не идет ведь это риторика потому что дальше не получает никакого развития потому что 13 стих и на ту зрящий при дохом даже еду тебе ну ты все ни на что не похоже вот такая необыкновенная звезда конечно я думаю что может быть вот эта публикация моя по даст почву для кого-нибудь кто лучше знает этот материал провести советские но мне не по силам я даже и говорю что одной из целей вот того моей публикации всех этих интерполяций хотя это довольно получается обширная это дать в руки следующих из любителей этой темы готовы обработаны матери фактически можно уже даже не не улыбся то в изданиях а уже работать с этим материалом в каждом случае отдельности и что-то делать какие-то выводы можно еще ли звездного звезду и видят и род девися злой поклонился богу да явная параллельно синтетическая это вы какой стих да это смотрите я привожу дальше по да 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 вот это само отделение звезды незачемно и вот всех этих звезд и здесь синтетическая параллель звезда бог или я считаю слишком как бы с натяжкой и видев вроде визе и поклонился богу делился зелой поклонился богу да это смотрите я привожу дальше параллель к этому месту на 37 странице к 16 стиху вот приведет приведена параллель и здесь я вижу смысл в том чтобы подчеркнуть благоверность и рода показавшим показавшим нет что в шестнадцатом вот к шестнадцатом я считаю я считаю середине шестнадцатом стиху видите параллель из слова на рождество неизвестного слова на рождество которое помещается в полеях в барсовской и в коломенской и видите вот такая такой же сюжет такой же так это же звезда то есть это место повторяется и в обоих случаях ну важная тема важная тема выступает это благочестие или хотя конечно это не похоже на иудейское благочестие потому что он вместе с волхвами и это волхвы это понятно кто халдеи вместе халдеи занимается этим звезды поклонства в какой-то мере то есть он поклоняется богу но все-таки поводом для этого служит меня очень смущает эта метафора звезда неизвеченная это очень сильная и красивая метафора и просто вопрос есть ли какие-то параллели этой метафоры в других да назвать неизвеченная может быть на слове неизвеченной я не готов сказать ничего надо было посмотреть в принципе звезда с востока кстати в этом тексте нет востока вообще нет некоторые проблемы кстати восток если он приходит с востока они же показали ему ну в чем с востока они пришли из халдеи востоция это слово на рождество да но они же из халдеи приходят ну правильно значит у них эта звезда тогда будет на западе конечно это другая как бы в скобках но в принципе есть мотив просто звезда восточный есть в апокалипсисе да 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 потому что восток например если про Семьер там это тоже предшествует явление ангела явление звезды на востоке так сказать звезда на востоке это как бы сказать скорее это тут тоже поклоняйте богу это просто некое обстоятельство теофании как бы это предвестник теофани так ну вот я дарья я тоже думаю так что здесь важный момент это благоверие и надо вот это в этом эпизоде не столь не речь идет не не столько звезде сколько эта тема используется для характеристики ирода я об этом в прошлый раз говорил что практически ирода не не такая непростая вовсе не такая которая является нормальной для христианской традиции она довольно сложная вот этого тема благоверия она я здесь делаю где-то ссылку одну из работ в общем она присутствует в талмудических текстах и это связано с работами организованными иродом работами по перестройке храм и насколько это было сильно мы помним из евангелия когда иисусу говорят 46 лет строили этот храм а ты за три дня восстановишь 46 лет это как раз дает это начиная с 22 года до рождества христова значит то есть работа ирода по перестройке храма воспринимаются здесь его повествованием евангельским как постройка храма даже и проведена известно сколько лет это делается настолько это важное мероприятие вот поэтому тема благоверия ирода она такая я бы сказал тема диска но верно надо еще поискать по хронографии христианской может быть она где-то еще трассу христианский хронографии далее я говорю чаюсь к этому какие же элементы мне кажется вот такими важными здесь да да употребление грецизмов которые очень сильно смущают и создают впечатление что это перевод с греческого и вот один из них помните вот эти благородные служители строители вот удивительным образом восходит к неправильному ошибочному переводу выражения из деяния апостольства выражение очень крайне необычное и странное и поэтому трудно предполагать что нам кем-то сознательно не выдумано оказывается вот этот источник деяния апостола объясняет его и показывает что создатель этого текста сознательно стремился создать впечатление что оно этот текст является переводом и вот теперь самый сложный на мой взгляд это аргумент это текстологически значит внизу 52 страницы я к нему приступаю вы помните значит что как ищу еще публикация книги и мещерства была еще в 1958 году и в 1961 году уже через три года после этого адрианова перец опубликовала интерполированную версию жития Афродиотиана и в этой интерполированной версии есть этот самый апокриф но в полном виде и никто этого не заметил, ни мещерски, ни адрианова перец и просто как-то странно в течение сорока лет и потом бобров переиздавал этот текст и никто не заметил, что полный текст апокрифа существует И это обстоятельство как раз и позволило мне показать тоже, опираться на аргумент текстологический. Значит, вот посмотрите, начало апокрифа мы смотрим эпизод 74, страница 34, интерполяция 74, но текст приведен на странице 34. А в Гурдийской войне начинается вот этим текстом, который набран готическим славянским шрифтом, жирно. Итак, орех отпустили в страну приемцам приставить стража и так далее. Тогда как полный текст апокрифа, который набран обычной гражданкой, начало, помещен только в сказаниях родителя. Понятно, да? Теперь на странице 53 мы видим объяснение, почему в Иудейскую войну вставлен... Почему, вставляя в Иудейскую войну этот пассаж, этот апокриф, компилятор, редактор текста опустил первые четыре стиха. Потому что перед этим... здесь идут темники малые. Видите, на 53-й странице. Ироджа, место держит, сиречь царь иудейский, в то ли виде, я же прилагатый, в Алсквей от Песы влезли суд в иудейскую страну, придошу от Песы в Алсквей и так далее. И конец этой я не читаю, все. Ироджа, слышав это, и ужасен быв, повышавши в себе глаголе, яка по августе кесарь, кое будет сила родивыйся царь. И так, орех, отпусти я в страну приемца. Вот что получается сегодня в тексте Иудейской войны. Значит, понятно, почему опущено начало Апокрифа. Потому что это дублирующийся текст. Это очень место поразительно важное. И вот почему. Значит, в момент... Апокриф включался не в текст Иудейской войны, а он включался в хронологию. Да, это понятно? Именно поэтому... Потому что у Апокрифа начало дублирует текст Хроники Малогии. Посмотрите, возьмите 34-ю и 53-ю страницу. 53-й идет вот этот текст. Когда интерполятор начинает вставлять Апокриф, он видит, что это уже сказано. Поэтому он идет вот дальше только то, что... Как через хронограф. Потому что этот хронограф... Иудейский хронограф основан на тексте Малалы. Хроника Иоанна Малалы. Весь этот хронограф идет по хронике Малалы. В хронографе нет текста Афродитяна, да? В хронографе нет текста Афродитяна, да? Это интерполяция. Афродитяна есть и без этой интерполяции. Это самостоятельное произведение на ту же... Но в некоторые списки, я там называю все, три или четыре списка, вот туда вставляется целиком и этот Апокриф. То есть там такое получается интерполированная редакция довольно безобразная. Потому что там дважды в составе текста говорится одно и то практически. И только там и сохранился полный вид этого Апокрифа. Теперь мы видим, почему выброшено начало. Потому что вставляли этот Апокриф, вставляли в текст хроники, а не в тексте иудейской роднице, да? Мы что-то, да? Опять, такого текста Афродитяна нет. Это как бы некие утерянные, а утерянные промежуточные стадии, да? Еще раз, Интерина, это было... Как, 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 еще текста? Нет, ни в одном, да. Нет, конечно, нигде, нет. Но вы предполагаете, что Афродитяна была сделана из них афродитического текста, но при этом, я предполагаю, что сочетание было сделано не в Иосифе, да? А где-то на промежуточном, да? В промежуточном этапе. Да, да, конечно. И это было... Да, это было вставлено в хронограф. И это вот мне и позволяет делать тот вывод, о котором я сказал в прошлый раз, что работа над хронографом и работа над переводами Иосифа делались отновленно. Значит, хронограф делался так. Перевели хронику Иоанна Малалы, перевели Иосифа и перемешали вот так вставлено. Вот что такое вот действие проведено. А кое-где вставили еще кое-какие разные другие мелочи, но это совершенно уже можно и в Песе составить список и перечислить. Все прочие сказки. А на самом деле вот два главных источника иудейского хронографа. Хроника Малалы и Иудейская война. Почему? Потому что первая книга Иудейской войны довольно, довольно... Историю дойдет довольно большую. Значительно, нескольких десятилетий первого века. И там очень много материала для хронографа. Значит, вот так идет. И туда же вставляется, именно туда вставляются и эти интерполяции. Иначе это объяснить нельзя. И я даже, вот видите, на 53-й странице снова повторяю это, показываю 7 разных эпизодов, которые идут друг за другом в этом повествии. В общем, это 7 эпизодов, как они представлены в хронографе. И почему вот таким образом это произошло. Вот. Теперь Истрин считал, что апокольф принадлежит хронографу. Хотя он не понял все эти слова, но все-таки он чувствовал, что апокольф принадлежит хронографу. Но я говорю, что это неправильное решение, потому что я вам только что говорил о литературных чертах всех семи интерполяций хронографических. Это сделано одной рукой по одной литературной схеме. Значит, получается, картина очень сложная. Одновременно делается перевод Иоанна Малалы, перевод Иудейской войны. И на базе тестимония Флавиана из древности иудейских создается семя апокольфических, так сказать, эпизодов. Иудейская война, которая распределяется вот таким образом. При этом, некоторые из произведений, с которыми была связана, получают самостоятельное хождение. Значит, этот апокольф имел самостоятельное хождение и попал в сказания о фронтиературе. Иудейская война с этого времени тоже имеет самостоятельное хождение. И вот если там тоже очень сложные вопросы текстологические, которые все-таки, по-моему, до сих пор не решены в отношении иудейской войны. Волоколамский список отдельной редакции, то есть не хронографической редакции, он систематически, в сотни случаев, дает лучшее чтение. По мысли Мещерского было так, что отдельная редакция извлечена из хронографа. А это не получается. Но она не может быть основой хронографа иудейской отдельной редакции. Потому что она не полная, там нет первой книги. Значит, объяснить это противоречие можно только тем, что делалось одновременно все. Переводили иудейскую войну, переводили хронограф, делали эти апокрифы и все это вместе соединяли. Вот такая история. В хронографе действительно материал расположен в общем правильно, по годам. И только вот одна крупная ошибка связана с избиением младенцев. Потому что избиение младенцев было не раньше четвертого года до Рождества Христова. Это означает, что текст пытается обелить Ирода? Нет, просто потому что вот из-за того, что не совпадало историческое изложение Иоанна Малалы, не имеет ничего дальше по поводу Ирода. Хроника Иоанна Малалы тоже основывается на Иосифе, на древностях и на иудейской войне. И там пустота. И поэтому за этим пустым местом пришлось вставить вот этот эпизод. Из-за того, что хроника Малалы уже начала этот рассказ. Вот так. Ну вот текст у вас в руках, вы потом еще раз внимательно посмотрите, потому что действительно это довольно трудный материал. Вот это вот в сумме, понимаете, вот это в сумме картина, которая очень сложная, действительно очень сложная, и недаром. Мне кажется, что я это вижу довольно отчетливо, и что так оно и есть. Но это показывает, что все-таки то, что Истрин и Мещерский не смогли увидеть, это вот то, что я увидел, это говорит о том, что картина действительно сложная. И мне это удалось только благодаря тому, что я нашел полный бутерброд. Это решительно позволило изменить совершенно взгляд на положение трех. Значит, все вещества в другом виде. Вот, это таким образом тему я закончу. Теперь второй вопрос, который я хотел сегодня еще уточнить. Ну, вот то, что я, у меня же 49-я страница, как, боже мой, это путинец. Ну, я думаю, как вы видите, я вытоленческие, да, или выводы, да, 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 да. Ну, я думаю, что у меня ему начинаются. Ну, посмотрим эти, значит, другие интерфейсы, которые показывают, как работает наш переводчик. Каковы, какие у него литературные способности, как он обращается с материалом. Потому что, в общем, он везде проявляет незаурядность. Посмотрите, значит, вот мы разберем, да, вот подряд, сначала, да, страница 5, вот некоторые, можно смотреть прямо интерполяции подряд. Первая интерполяция на странице 5. Страница 5. Да. Вот посмотрите, значит, такой эпизод. Восстание против Ирода. Восставшие окружены. Им предлагают сдаться. Но отец семейства не сдается, он убивает по одному семерых детей. Затем жену. Затем сталкивает трупы в пропасть. И бросается туда сам. Вот это я тут пересказываю. Ну, это и можно... Здесь вы мне должны верить, что так оно и есть. В переводе этот эпизод предлагается так. Взяв жену за волосы, то есть взяв жену за волосы, посече ю и сыны по единому. То есть убил мечом свою жену, взяв ее за волосы, а потом отец замерз. А затем он говорит, смерть свободна есть лучше ми твоего цесарства. И закалывается. Ну, понимаете, вот такая работа с оригиналом. Ну, простое объяснение, которое мне приходит в голову, что восточные славяне фактически не знают пропасть, пропасть неизвестна, в которую можно броситься и убить в этой равнинной местности. Затем, и, конечно, или другие представления о героизме и о подвиге. Фраза «Смерть свободна есть лучше ми твоего цесарства» на самом деле, ну, тоже довольно яркая и хорошая. Конечно, было бы неплохо ее где-нибудь найти, но мне не удалось. То есть я смотрел по всем славянским и греческим словарям, ничего похожего найти не удается. Здесь есть редкость новосочетания «свободная смерть», а можно подделать джигалку, проверить. Ну, а я… Тезаус линго… Тезаус линго грекция мне доступна, так что… Можно проверить свободную смерть. Ну, да, пожалуй, да. Вот. Но повод для этой интерполяции дает сообщение оригинала. Посмотрите, я там пишу. Что многие осажденных предпочитали смерть плену. Так что материал для этого высказания здесь есть. Есть, я его дальше провожу. И что герою прикал Ирода его низким происхождением. «Тапи и ноты та». Видите, «Тапи и ноты та». Я там дальше. Очевидно, намек на то, что он был идумей. Лучше Митва и Цельсия. Ну вот, не вижу возможности здесь искать оригинал, не могу его найти. И приходится признать это творчеству переводчика. Интерполяция 6 и 7. У меня дальше... Нет, 4, кажется, у меня есть. Вот еще на четвертой хочу обратить внимание, страница 7. Вставлено два таких... Значит, я говорил уже в прошлый раз, и повторяю сейчас, что в славянском переводе прямых речей больше, чем в оригинале. У Иосифа очень много речей. Но в славянском переводе больше, потому что речи отсутствуют, поэтому даже простые вещи, которые Иосиф передает косвенную речу, здесь превращаются в речи. Например, дважды подряд встречаются в одной речи Ирода две такие риторические фигуры, которые усиливают вот этот публичный характер речи. Мужи воинские, со мной шествующие, воюющие, иродови помощницы. Это А, Б, тут же дальше, говорит он, мужи израильские, мужи оружницы Иродови, послушайте Ирода, многие вещи видевшие, разумевшие, приемшие и ездившие по всем землям. Это все интерполяции. Причем речь Ирода обращена не к воинам, а к народу у Иосифа. А здесь вот она более, так сказать, приближена к какой-то полководческой такой ситуации. И вообще вот дальше я называю целую кучу вот этих обращений. Мужи-блазии, мужи-воинские, мужи-римские, мужи-удейские, мужи-еврейские, которые попадаются тут, тут, то, там. Конечно, и дальше вот деяния апостолов тоже пестрят вот такого рода обращениями. Так что за этим виден литературный характер вот такого рода вещей. Очень трудная и смелая передача отношений Ирода и его же Мариам. Это пятая интерполяция. Здесь каждый элемент, здесь много элементов, я направляю три элемента. Каждый немножко как-то иначе изложен, чем в оригинале. В своих беседах они говорили о любви, что позволило, и это позволяет переводчику истолковать греческое выражение «любовь» в более специальном значении. Играющий с ним на ложе. Это, конечно, гораздо больше того, что говорится в оригинале. Теперь дальше, вот эпизод Б, здесь же, Ирод, он в порыве ревности. Он скакивает с ложа и неиство ходит по дворцу. Это может быть библиизм, играющий. Да, конечно. Конечно, это берется такое выражение, которое известно. Ну вот, поведение Ирода. Он охвачен страстью, скачет с ложа и ходит по дворцу. Здесь интересное уточнение. «Бесовавшаяся от ревности». Хорошо. О ревности все-таки не говорится, а только страсть. Ну, все-таки ревность. «Бесовавшаяся от ложа своего, бестудно по палате и по двору ходяши, яки ирод всяк». Яки урод всяк. Что такое урод? Юрод, это голый. Значит, поэта его, то, что он вскочил в ложе и расшагивал по дворцу, переводчик, ну, вот, домысливает картину, что он голый ходил. Значит, бестудно и яко урод. Подобно юродивому. Есть вот игра слова, что ваша оговорка, что юрод, и юрод. Урод, да. Ну, может быть, даже и так. Но видите, как интересно. Я не думаю, что может быть такой оригинал греческий, в котором все это будет. Здесь явно какое-то домышление, очень хая фантазия. Он ходит подобно юродивому голый. Если он выскочил из ложе, где спал. Ну, в Древней Руси, конечно, спали, голове не спали, потому что было холодно. И, кажется, спали в той же самой одежде, в которой ходили днем. Вот. Но как и вообще во многих других древних культурах. В России тоже бывает жестко. Иногда. Вот. Дальше, посмотрите. Потом сестра Соломея, воспользуясь случаем оклеветала его жену, то есть Марианну, усилив его подозрительность к Иосифу. Значит, сестра была замужем за Иосифом, а она, в общем, ну и так далее. С которым Ирод, которым якобы изменила Марианну. И вот. Про это подозрение, которое сестра Соломея внушает Ироду в отношении того, что Марианна с Иосифом имеет какие-то связи. Это, смотрите, как передано. Приложи, прибавило, «Яковиде своего мужа Иосифа блуддеюща». Гораздо большая определенность, чем в оригинале. Вот эти, ой, такие пересказы, косвенная передача этих всех элементов в Иосифом приобретают здесь колоссальную конкретность. И четвертая буква «Д». Значит, Ирод тут же казнил, конечно, Марианну, как мы знаем. «После этого он горячо каялся, плакошить предстоящими, искачив со стола вопиящий, Марианне предсеми якобесный, и отодрав став, те чаша на Марианне на ложе, и сложен беседовавший». Вот что интересно, что сложен беседовавший восходит к древностям иудейским. Потому что ничего этого, вообще этого ничего нет в иудейской войне. А в древностях, вот я привожу цитату, «приказал своим слугам звать Марианну, как будто бы она была еще жива и могла слышать это». Конечно, можно допустить, что в той версии иудейской войны, греческой, которой пользовался переводчик, это могло быть сам переписчик, редактор этой греческой версии, мог перенести этот элемент из иудейской войны. Ну, в общем, я обращаю ваше внимание на такие очень интересные и выразительные детали. Теперь дальше 6-7. Две интерполяции одинаково. Здесь разные персонажи обращаются «О земля, о небо, о солнце». Чего нет. Это Ирот, а в седьмой хуже, потому что это первонасвещение Канад. «Живу, о солнце и вели душу». «Дзокайфсиропсоку». «Филопсюхо». «Дзокайфсиропсюхо». «Вставлено солнцем». Совершенно нехарактерное для... Я нигде не нашёл такого обращения к солнцу. У Иосифа, видимо, нет. «А где вообще такое есть славянская литература?» «Славянской тоже нет. Это как-то очень редкая и странная вещь. По-видимому, это более характерно для греческой песни». «Это и есть еврейская молитва о солнце?» «Ну, это другое. Есть Малый, есть там всякие...» «Вот посмотрите, я...» «Исеркалятор Юрия Адовны. И все варианты Плача Ярославны. Ярославна обращается к солнцу». «Да, а посмотрите, в хронике Малалы есть для грека...» «При передаче...» «Я...» «Посмотрите, пятнадцатая ссылка здесь на восьмой странице. «Вот, и тут же попадается...» «Одновременно с этим идет одна из немногих ошибок переводчика в конце этой седьмой интерполяции. Посмотрите, первосвященник говорит о себе, что он обличен сын святительскими ризами и взываем честным именем священным. В действительности, он призывает честнейшие священных имен, которые в виде программы его начертаны на головном уборе. Хотя, можно быть, это и грубо говоря, что это ошибка, потому что взываем честным именем священно, потому что то, что начертано у него на головном уборе, является таким обращением не только к окружающим, но и к нему самому. Может быть и так. В общем, это интересная вещь. Теперь, посмотрите, ну 13-14, это такого рода материал, интерполяции 13-14, такого рода материал Мещерский хорошо очень выявил и показал его значение. Но я просто здесь привожу его, обращаю ваше внимание, великолепное, конечно. Описание битвы. Водах и Ордана погибло много иудеев, тесними примленными. К этому добавлено, и помощен бысти Ордан трупием. И так и исполнился вся река утопшими, и ходяха по них, аки по мосту. То есть тела бы устилали так поверхность реки, что можно было ходить как по мосту. Мост это, конечно, не то, что перекидывается в Сирьевку, а мостовая, настил. Как по настилу можно было ходить по трупам на реке. Ну это, безусловно, и 14-е. Потом же меча, изломавший, руками на чашу битится, и всякое обретаемое оружие, бысь обретающему е. Тоже вот эпизоды. Это, надо сказать, что вот такого рода риторические украшения в эпизодах битвы позволили Мещерскому сравнивать это произведение с эпохой, сближать его с эпохой слова полку Игоря, его с воинскими повестями, и с описаниями битв в летописи. Так что в результате он и дал более раннюю датировку, чем необходимо, может быть, было бы, в конце XI века. Он видел много в этом откликов дружинной, так сказать, дружинной эстетики. Вот так. И действительно, это действительно очень яркая черта этого произведения, но правда и в многих других древнерусских произведениях тоже. Кстати, обратите внимание, что здесь в XIV синтаксис, такой псевдогреческий, так сказать, в кавычках переводной имя. Это где? Обретаемое оружие, бысь обретающему е. Да, 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 и всякое обретание. Да, это очень, очень красиво, книжное такое, даже. Но, может быть, и, да, 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 это хорошее. Так, а насчет этой ошибки в номер семь, там «взываем» вместо «прежевает», конечно, это рассказать по греческому, который там является, это форма «колуминос». Да, может быть, сказали, это я не слышал. Да, я сказал, что это возможно, что к нему тоже обращено это честное имя. А, то есть, что это не актив, а медиа-медиа-пассив или медиум. Да, да. Ну, на самом деле, вообще-то говоря, здесь… Он последовал там буквально. Да, да, вообще-то здесь, конечно, активный. Это активный, это медиа-медиа-медиа в смысле, в активном значении, да. Я просто показываю, что рядом с такой мелкой неточностью, мелкая неточность, конечно, или мелкая свобода, она, всё-таки, вот эти одновременные и риторические украшения, вроде солнца и других восклицаний, они показывают, что, ну, вот такой эстетический подход к тексту, скорее, преобладает. Так, это мы дальше, 13-14. 15-й, очень сложная вещь, и посмотрите, здесь некоторая допущенная неточность, потому что переводчик как будто бы не знает реалий. 15-е. В этой битве, значит, подвиг Центуриона Юлиана описывается. Он вышел на битву пеший и, поскользнувшись, упал. Но его падение изображено совершенно иначе. Убаден уже бывшую коню его, сей же творяше пеш, якожа, и на коне скача, якою демо. То есть, значит, он оказал, он стал пеший только потому, что его конь был убит. А но он и без коня действовал так, как будто бы скачет на коне. Значит, похоже, что переводчик не допускал того, чтобы сотник, Центурион, вышел на битву пеший. Слишком, так сказать, недостойно переводчика. Но причиной падения, значит, дальше этот Юлиан, как он, он упал и его убили. Причиной падения была обувь, которая скользила по каменной мостовой. Значит, кожаные сандалии, прошитые железными такими скрепками, они скользили. Дальше вот я передаю этот греческий оригинал, и перевод его, имея, как всякий прочий солдат, обувь, укрепленную частыми и острыми гвоздями. Поэтому он упал. И это описание обуви отразило следующей дальше фразой. «И вступль на множество изломов острых падений». Вы видите, он видит этот материал, но он не знал, как с ним справиться. Он не понимал, в чем дело. Нет, комментариев нет, словарей нет. Спросить не оба, как устроены сандалии римского легионера, он не знал. Это мы знаем тогда, ему было неизвестно, поэтому не понимал, в чем дело. И так идет такое вот несколько неточное. Два очень исходных, 16 и 17, тоже показывают нам одну руку, как две похожих, очень похожих интерполяции. И после этого убийства Центуриона Юлиана, иудею, уже обступивши его, по Бадоша, оружие и копии, и окшевами и каменьем в яхоть. И древом, хотящий с ним, единые вся римляне устрашить. Окшевами и каменьем, палками, какими-то и камнями, били, и чем-то еще, чтобы только этим римлян устрашить. И дальше, они тоже самое в следующих интерполяциях делают. Они отобрали у римлян знамены, или вот эти полковые, это не знамены, а, конечно, полковые значки. Тех, кто зашел на стену, они избили. То есть, были в таком возбуждении и восторге в этой битве, как если бы они самого Цезаря разбили и захватили в плен. Анатолий Алексеевич, так и осталось немного времени, я думаю, наверное, 10. Не могли бы вы обобщить, дать, может быть, какой-то обобщенный в нескольких предложениях, как бы основные тенденции идеологические, концептуальные, вот этого переводчика, так сказать, то, что вот как бы общее, так сказать, потому что я помню, что в прошлый раз вы сказали, что у него какие-то есть про-иудейские какие-то тенденции, да, вы, если я, так сказать, не ошибаюсь. Что даже возможно сотрудничество? Вот посмотрите, я, конечно, я должен принять ваши замечательные, но здесь у меня, я бы еще хотел 41-ю, но вы можете посмотреть, без меня очень сложные вещи, поразительные, интересные, прежде чем я переведу. Все-таки посмотрите, здесь опять же описание, это 18-я страница, здесь описание штурма Иерусалима, здесь сложная осада, подкопы, которые ведутся под стены, то есть описывается сложная техника. И здесь поразительным образом некоторые дополнительные детали дает переводчик. Тоже похоже, что он пользовался древностями иудейскими. Здесь насажденные, вот смотрите, здесь несколько цепочек таких мелких эпизодов, которые я выделяю, 41-й, но это 18-й сенсии. Осажденные изобретали все новые средства против осадных орудий, и это так, вот этот греческий текст, который идет там, «Ставиху прачники против порокам». Пороки – это... На столбах раскачивают эти... Олгин, то, что еще называется, да? На столбах раскачивают бревно, которое ведет в стену, да? Порок. Так вот, вместо фразы такой нейтральной, изобретали все новые средства, очень конкретные. «Ставили прачники против порокам». То есть метали, ставили тех, кто... Выставляли воинов, которые метали камни, на тех, кто работал с этими осадными орудиями. Далее. «Ни в чем ином не происходили они врагов, как в подкопах». Это римляне. Римляне делали очень умело эти подкопы под стен. То, что называется сегодня в русском языке «минами», да? И в других европейских языках этого отсюда темы. «Мина». И подград, копающий в глубину 60 локоть. Видите, вот эта глубина 60 локоть вдруг возникает неизвестно откуда. Далее говорится, что против вылазок предприняли осады. Это очень распространено. «Ироджи замысли противозабральникам стрелы, а противограбящим засаду. А противокопающим землю вои с огнем». Совершенно другие детали. Против вылазок предпринимали засаду. Это... Забральники, это может быть вылазки, да. Нет. Вылазки нет. Это, в общем, совершенно как-то немножко другой текст получается. Дальше. «Открыто они сражались с римлянами из-за очевидной гибели». То есть они вышли в открытое поле. «Открыто они не сражались с римлянами из-за очевидной гибели». То есть в открытую сватку они не вступают, да. И вдруг здесь вместо этого стоит такое. «Исполчившийся Ироду за утро, и вы не до шабицы, и возвратившийся, зле погибший 20 тысяч». Да, кстати, это речь идет об осаде Ирода в Иерусалиме в 37-м году. Потому что это не с римлянами война. Значит, 20 тысяч. И, наконец, следующий эпизод тоже совершенно не соответствует оригиналу. «Некоторые из избранных воинов ирода, осмелившиеся зайти на стену, ворвались в город, за ними Центурион и Соси». Здесь 50 мужей, еще прибавилось 15 мужей. В этом участвовали римляне. А, ну да, поскольку Центурион и Соси. И дальше много дополнительных деталей. Числовые данные должны говорить о другом оригинале. И что-то похожее есть в древностях иудейских. Но это могло быть какое-то внесено и в тот греческий оригинал. Которым пользовался художник. Но, во всяком случае, вот некоторые эти вещи, они все-таки нуждаются в дальнейшем изучении. Потому что, я говорю, что те, кто изучал греческие, латинские рукописи иудейской войны, они обращали внимание только на интерполяции, христологические. А может быть, там внутри текста менее значительное, такого рода материал. Может быть, и найден. Это не большая находка, но все-таки материал должен быть оцениваться правильно, а не приблизительно и кое-как. Значит, общий характер работы. Переводчик был в Греции или в грекоязычной среде, поэтому он знал очень приличный греческий язык. Ошибок очень мало или почти нет. А те, что есть, ну вот как с этими сандалиями, которые скользят, ну, почти невозможно перевести правильно. И если мы не представляем, о чем это извлечь, о какой обуви, какую обувь носили римские легионеры. Далее. Тенденция переводчика, как переводчика, состоит в том, чтобы немножко обогатить оригинал за счет той стилистики, которая более или менее понятна в его кругу. На это обратил внимание Мещерский, здесь не приходится спорить, что дружинная этика или дружинная эстетика здесь есть. Некоторые вот приспособления, может быть, к понятиям древнерусской среды, вот эти пропасти, в которых кто-то гласается, довольно нужно тогда объяснять в комментарии, как устроена эта земля, которую мало кто понимал. Там, правда, в одном месте говорится об этих дебрях каких-то глубоких, но славянская дебря обозначает и глубокие пропасти, а вместе с тем заросли, где очень много деревьев. Так что туда не бросишься, просто так, до дна не долетишь, растительность все заполнена. Так что есть некоторое такое приспособление текста к славянской среде, но оно очень легкое, изящное и очень грамотное. Все в сумме эти интерполяции все-таки следует дальше изучать. Ну там, например, в рассказе об эссеях говорится, что они произносят какую-то особую клятву. Это интересно, потому что в греческом тексте этот текст не обнаружен. А тем, кто изучает эссеев, нужно, конечно, посмотреть, насколько это достоверное сообщение, откуда взято. В истории Ирода, вот я в прошлый раз об этом говорил и некоторые случаи показывал, явно такие детали, которые, ну, не могли быть известны переводчику, и следует на них обращать внимание. Там какой-то центурион песей появляется, кто-то кого-то отравил, которого нет в греческом тексте. Что касается христологических интерполяций, то здесь картина, на мой взгляд, самая простая и ясная, что это труд славянский переводчика или интерполятора, или редактора. Это особый вопрос, но в общем и целом он довольно просто решается, потому что стилистически произведение абсолютно единственное. Мы переходим с одной страницы на другую, не встречая никаких противоречий. Может быть, вам это кажется недостоверным аргументом, но на самом деле это настолько яркое стилистическое произведение, оно почти не имеет параллельных древнерусской песни. Это все-таки надо иметь в виду. Слово о полку Игореве, сказание о погибели русской земли, все это очень мелкие, маленькие произведения, где мы встречаем тоже совершенно изысканную стилистику. Вот, собственно говоря, и все, что приходит в голову. И я даже, сейчас, ну мы имеем, скажем, считается восточнославянский перевод Варлама и Исаафа, но это безумно, это плохой, бессмысленный перевод человека. Плохо понимает оригинал, плохо знает язык. Иногда считают восточнославянским переводом Козьму Энди Каплова сочинение. То же самое, без стимулизии. Хроника Иоанна Георгия Мартова. Ужасная стилистика, там нет никого такого владения языком совершения. Я даже не знаю, просто нет ничего, чтобы можно было поставить на уровень стилистики этого произведения. Оно совершенно выдависчиво. Ну вот же те, Эль, 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 Этого, Юродио, Андрея Юродио. Ну, приличный перевод, но там очень скромная стилистика. Совершенно переводчик не позволяет себе никакой такой яркой образности. И его язык очень простой, прям примитивный. То есть это произведение совершенно выдающегося литературного достоинства. И у нас других больше нет. Поэтому то, что эти антополяции написаны тем же славным составным стилем, не вызывает никакого сомнения. А я привел и все аргументы, которые можно было привести в этой связи по поводу единства этих христологических антополяций и единства их с общей стилистикой произведения. Мотивировка совершенно понятная. Нужно, значит, я там пишу где-то в заключении. Иудейская война одной из примыкающих к Новому Завету произведений. Значит, часть этого произведения вошла в эфиопский канон библейский. В сирийской письменности она тоже почти канонически имеет значение. В славянской письменности, вот я привожу примеры, говорится, что «Яко же Иосиф сказал, что Авраам первый стал единому Богу поклоняться». Засылка не на книгу бытия, а на Иосифа. То есть для славянской письменности Иосиф тоже очень авторитетный, около библейский автор. Значит, перенести сюда тестимония из древности иудейские в это произведение не является провокацией, обманом. Это нормально, потому что переводить иудейские древности, конечно, ни у кого не было в виду, и никто не мог. И подумать, какая необходимость нам. А перенести их сюда, в это произведение, которое имеет очевидное значение для новозаветной, истории новозаветной, понимания новозавета, это нормально. И переводчик берет их, переносит сюда, ну и плюс распространяет, развивает. Ну вот в этих распространениях и дополнениях мы видим некоторые особенности. А именно такую, что здесь, ну я бы не сказал, иудеофильская есть тенденция. А такая тенденция объединиться, принять что-то общее вместе с иудаизмом, разделить ценности иудаизма. Вот это здесь. Это нормально, конечно, для христианства, потому что у христианства с иудаизмом гораздо больше общего, чем того, что их разделяет. В смысле продолжить это после Писания, почти до Рождества? Нет, нет. Я говорю в оценке, вот смотрите, я говорю это в том, что в интерполяциях оказывается, что, во-первых, дается трактовка всех новозаветных событий, как немножко она сдвигается в сторону позиции Зелота. Иоанн Креститель выступает почти как Зелот, то есть они выдвигают все время политические требования. Это необычно для христианства. Затем необычно для христианства то, что вот этот персонаж Луй, он является виновником избиения Семидриона и виновником избиения младенца. Таким образом, вина, собственно, с иудаизма, вина снимается за избиение младенца. И в лемске младенцы это первые святые крестьянские. Но там вопрос о маковейских святых еще несколько сложный, потому что они тоже признаются славянскими святыми, христианскими святыми, но они старше, иногда, стареетие, все-таки, полтора стареетие. Но вообще, так сказать, основное русло христианской традиции считать вифлеемских младенцев первыми святыми. Это здесь параллель с этими младенцами, которых фараон топит в Египте. Так что, в общем, такая очень понятная и центральная тема для христианства. Так вот, значит, снимается вина с иудаизма за избиение младенцев, а переносится на того персонажа, который виноват и перед Иудой, и перед Иудеями, собственно говоря. Потому что избиение с иудаизма, это такой же, это тоже грех перед самим иудаизмом. Понимаете, вот эта фигура, которая отсутствует где бы то ни было, она появляется здесь, и вот дает вот такой новый какой-то поворот этой темы христианских интерполяций. Вот такая вот… Да, достаточно, я сказал, да? Как будто бы… Не, больше ничего. Да, все. Теперь можно дальше двигаться. У меня четыре замечания, три вопроса. Я замечания ставлю на следующее перевоплощение. Вопросы такие. Вы очень подробно анализируете интерполяции в текстах. И где-то в статье, я не помню где, точно, вы упоминаете, что славянский текст не является полным переводом оригинала, что целые куски опущены. Используя методологию, то, что называется, the argument from the silence, то, о чем текст молчит, могли ли вы суммировать и представить очень кратко, что, собственно говоря, текст опускает, в чем славянский текст не заинтересован? Нет, я не заметил, я просмотрел, не могу не сказать. Я не нашел. Но вы говорите о 10-15 концерте. Да, я просмотрел этот текст, я просмотрел… То есть это не концептуальное… Нет, я ничего не заметил. В разных местах и разно… Конечно, как всегда, к концу больше, чем в начале, в конце больше, чем в начале, это понятное дело. Да, 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 это ведь вообще характерно для всей письменности. Доело. Редактирование всегда идет только до половины. И здесь тоже в последних книгах опущение больше, именно в последних книгах. Там, где это Масада, там вот эти самые яркие эпизоды привели, а там очень много подробностей вокруг. Там очень сложные все эти, конечно, сцены, но… Нет, я не нашел, я просмотрел, но не нашел, к сожалению, потому что я хотел бы… Может быть, так это начать? Здесь я плохо понимаю, что я сказал. Как Вы сказали, перевидали меня, а нет. Это не очень понятно. Давайте еще раз… Я может быть… Не помните на такой странице, да? Я думаю, что это где-то в 50-х страницах, это в последней части. Вы говорите о том, что это Паляции, в основном, связаны с стилизациями, восходящими к Ветхому Завету, а не к Новому Завету. Нет, я не думаю, что я так сказал, если этого не понятно. Я мог… Видите, в конце я там говорю о том, что Новый Завет давал, не являлся материалом для хронографических повествований. Вот я что мог сказать. Возможно. Ветхие заветы. Скажите, пожалуйста, как это понимать? Ну, потому что, это понятно, в христианстве оценка сакральности, так сказать, Ветхого и Нового Завета развилась после Миланского Эдикта стала… То есть, собственно говоря, ну, вот так, если обсуждать эту тему подробно… Создание Четырёх Евангелий – это середина Второго века. Это уже первый шаг к тому, чтобы создавать Новый Заветный отдел Библии. Далее, второй шаг – Миланский Эдикт и развитие богослужения здесь, в Иерусалиме. Именно здесь, в Иерусалиме, начинает различаться место Ветхого и Нового Завета – христианские практики. Потому что здесь развивается богослужение, так называемое «литание» и «стациональное богослужение». Выходят на места, это в Риме вначале возникло, а здесь стали повторять, выходили на святые места, царица Елена строит церкви, выходят на святые места, читают Новый Завет. Перестают читать при этом «Акто Санкторум» и прочее. То, что читали сплошь и рядом в Риме. И здесь тоже читали. Перестают читать это и перестают читать. Ветхий Завет, паломница Егерия, там, скажем, описывает, как на Синае читают «Житие» – это исход Моисея. Это все, вот это второй шаг. Третий шаг – это когда Максим Исповедник устанавливает разницу между Ветхим и Новым Заветом таким образом, что когда мы в Церкви читаем Новый Завет, мы уже в Царстве Божьем. Поэтому из литургии, из евхалистического канона, самое главное, убирается Ветхий Завет, а следует только Евангелие. В самом Евангелии там тоже есть градация. Деяние апостола – это одно, а Евангелие – это другое, в самом Новом Завете. Значит, в конце IV века из евхаристического канона убирается Ветхий Завет. Вот такова история. Значит, Ветхий Завет с этого времени начинает рассматриваться как священная история. А Новый Завет уже что-то не священная история, а что-то более значительное. И, значит, хронография, поэтому она спокойно берет Ветхозаветный материал в каком-то его историческом аспекте. Но надо сказать, что Ветхий Завет дает много поводов к тому, чтобы рассматривать его как историю. Действительно. А Новый Завет не рассматривается никогда как историю, да он ее и не содержит. Тоже так почти нет никаких событий. А если они есть, то там тоже вранье. Вранье, которое евангелисты плохо понимали. Там тоже Иоанн Креститель приходит к Аркелаеву, которого уже 25 лет нет в живых. А это тоже в Евангелии от Марка говорится. Там же тоже такие неисторические ошибки. Он же плоский в смысле хронологии. И большинство христиан не понимают, например, что послание апостола Павла написано раньше, чем Евангелие. Потому что они помещаются в конце, все привыкли к тому, что по хронологии все строится. Так что Новый Завет вообще малоисторическая книга. С одной стороны, а с другой стороны, вот то, что я говорю, выводит его за пределы исторического, что не стоит. Скажите, пожалуйста, Вы упомянули этого самого Луя, Луя. Он такой любвыточный персонаж, тем более, что, Вы говорите, его нет в соответствующих евреических текстах. И Вы, как бы, в скобках упомянули, что Луя – это Леви, да. Можем ли мы что-то сказать о переводчике и о круге переводчика, о культурном контексте переводчика, базируясь на транскрипции имен? Вот то, как он транскрипирует греческие имена и представляет их по-русски. Можем ли мы что-то по этому поводу сказать? Нет, в греческих именах все нормально, традиционно эти имена. А слоем, вот Дант в прошлый раз сказал, что, по-моему, форма нормальная, это не искажение Леви, как это считают. Это считал и Истрия, и Месчевский, я повторил за ними, но это нормальное прочтение еврейского имени? Я сказал, что форма Леви, она хорошо известна в любых славянских и христианских текстах и из Нового Завета, и, конечно же, из еврейской Библии. Но имя Луй, именно в контексте Ирода, это вполне нормальное и думлянское имя, которое существует именно в таком вот доботейско-современном иорданском контексте. Очень хорошо, вот Миша может, наверное, подтвердить. Ну, я только бы заметили, там, отмечаю, что так, в общем, это имя, которое носил отец этого Иоанна из Гескала в контексте Иудейской войны. А Иоанна из Гескала – это самый большой противник Иосифа. А его отец мог жить как раз в эпоху Ирода, так что здесь, может быть, это изобретение очень интересное и толковое, если это не случайность, конечно. Вот, но всё-таки я в прошлый раз, по-моему, сказал, и сейчас, если не должно быть здесь никаких сомнений, я считаю, что без участия евреи это не могло быть сделать. Потому что обратить внимание на избиение синедриона в древностях иудейских никто не мог, кроме Иоанна. Просто славянин, который перелистывает иудейские древности, и вдруг она находит, это трудно с этой стороны. Не так много времени осталось на вопрос. Сейчас попробуйте. Ну, мы можем продолжать. Максим, спасибо. Окей. Может быть, ещё один вопрос? Нет, ещё лучше, потому что это совсем немного времени.